12, где мы будем рассматривать объединение электромагнитного и слабого взаимодействия. Я же потом припишу к нему сильное взаимодействие, то есть форму рассматривать базовую модель Вайнберга-Салама. Для нас главная задача понять, во-первых, в начале, что такое фазовый переход или спонтанного нарушения симметрии в квантовой теории поля. А прежде чем к этому переходить, надо понять, сформулировать такой простой критерий для определения, какая теория с взаимодействием является перенормируемой, а какая нет. На самом деле, достаточно в условиях, для того, чтобы сказать, что теория перенормируемая фактически нет, но есть необходимое условие. То есть, грубо говоря, если это условие не выполняется, то тогда теория точно не перенормируемая, и ее, в принципе, можно не рассматривать. По той простой причине, что работать с ней все равно никто не умеет, и такие теории просто считаются не физическими. Так вот, наша задача сейчас сформулировать критерий, во-первых, по константе связи, на самом деле, по размерности константы связи, перенормируемой является теория или нет. А во-вторых, мы все равно начнем точно так же, как мы делали перед этим, с совсем простых моделей квантовой теории поля, потому что если с самого начала начать на уровне полей Янга-Милса, то даже после того, как мы прослушали предыдущий курс, с самого начала было бы непонятно. Поэтому мы начнем сначала, ну, так сказать, с теории просто скалярного однокомпонентного поля и взаимодействием ее будем рассматривать. Ну вот простейший модель теории со скалярным полем – это взаимодействием, это модель ФИФ-4, которая вот написана в формуле 92. Вот видим Лагранжан Клейно-Гордона, квадратичную форму по производному полю и самому полю, а к нему добавлял Лагранжан взаимодействие, которое вот пропорционально к четвертой степени поля. Ясно, что вышли за квадрат, ясно, что уравнения будут нелинейные. На самом деле это вот простейшая модель квантовой теории поля, поля взаимодействия, самая простейшая модель, потому что поле компонентное, вот, значит, самодействие поля, самого с собой, и более того, на самом деле, соответствующая теория является перенормированной. Итак, Лагранжан взаимодействие, вот он, пропорционально ФИФ-4, отсюда и название соответствующей теории ФИФ-4. На самом деле, так сказать, почему, еще раз я на примере этой теории, кроме того, что мы сейчас с такой теорией начнем, покажем, как вот с помощью такой теории, во-первых, придать массу и фирменным, и калибровочным полям, на самом деле. Во-вторых, на самом деле, соответствующая, ну вот, квантовая теория поля постоянно встречается в физике конденсированного состояния. Несмотря на то, что, ну, вот, впервые была сформулирована, действительно, в квантовой теории поля для физики элементарных частиц, как пример наиболее простой модели квантовой теории поля, вот, ну, реально, соответствующая теория встречается очень часто в физике конденсированного состояния для описания фазовых переходов второго рода. Давайте я не могу. Знаете, это перед глазами просто будет. Дело в том, что, ну, вот, стандартный, когда вы рассматриваете фазовые переходы второго рода, как известно, у них параметр порядка, он обращается в ноль непосредственно в точке, фазового перехода. Вот, значит, в окрестностях точки фазового перехода он маленький. Можно разложить по степеням параметр порядка, вот, ну, и в частности, пробовать интересоваться, если у вас параметр порядка, пробовать интересоваться отклонением свободной энергии, ну, или в термодинамическом потенциале, что есть в данном случае одно и то же, если отсчитывать, вот, от, от свободной энергии нормального состояния или термодинамического потенциала в нормальном состоянии, то это есть одно и то. Вот тогда у нас свободная энергия, отсчитанная от свободной энергии в нормальном состоянии, где нет параметра порядка. Вот, значит, она у нас раскладывает по степеням параметр порядка. Пусть мы его ФИ опознаем. И ФИ у нас, ну, произвольно культурации параметра порядка. Ясно, что у нас будет некоторое разложение. Причем ясно, что у нас должны входить только квадратичные степени ФИ. Здесь просто бесприятная симметрия ФИ на нем ФИ. Значит, в чёртной степени ФИ должен входить ФИ, а врать. Нулевого слагаемого нет, потому что мы отсчитываем свободную энергию либо термодинамический потенциал, что есть одно и то же. Вот, от нормального состояния до ФИ равного нулю, поэтому свободное слагаемое нулю. Плюс В, ФИ, четвёртая. Ну и вообще говоря, у нас параметр порядка может зависеть от координат некоторым образом. Могут быть произвольные ситуации, не обязательно однородные. Плюс, чаще всего, если вы рассматриваете незатронное пространство, то туда следующий член разложения выглядит так. С на градиент ФИ квадрат. Из-за трактежи у нас тут одного разумного, другого слагаемого, кроме этого, вы не писать не можете. Ага. Значит, на самом деле, это стандартное разложение лондов для свободной энергии в случае флуктуации параметра порядка. Вот. ФИ причём А на давайте сразу же прямую запишу. минус ТК температура фазов ТК вот видите, А меняет знак. Сейчас мы увидим, что точно так же будет флантовая теория Пуэя. Вот. Если ещё вспомнить вот такую вещь, что свободная энергия это есть минус функционного кража. Но на самом деле вот здесь мы рассматриваем плотность, а по сути дела вот это есть минус лодернжева. А это плотность свободной энергии или плотность термогеномического потенциала, зависящая от кардиоакции. Вот. Вы можете сказать, а почему вот там производные со знаком плюсы, а здесь со знаком минус получились. Так это мы рассматриваем статический предел. Когда у нас t вот d0 пропадает. А напомню dmio на dmio это есть квадрат производной по времени минус все квадраты производной по координатам. То есть как бы ей вот правильно знак получится со знаком плюс. Вот. Более того, c обязательно должно быть положительным. То есть чтобы у вас минимум был свободной энергии ватт при однородном параметре порядка. А сейчас мы увидим почему изменение знака приводит к фазовому переходу. На самом деле легко понять что вот это есть просто статический предел. В этом смысле вся теория фазовых переходов второго рода на самом деле в чистом виде есть просто теория фиг четырех и она очень часто встречается в физике иницированном состоянии. Вот так отступление просто для чего все это пишется и давайте двинемся дальше. Так лагранжан взаимодействие вот такое сейчас мы увидим вот сейчас мы модель будем рассмотреть она мгновенно вообще говоря сведется к теории фиг четвертой. Вот а теперь про константы взаимодействия порассуждать. Вот в частности попробуем привести критерий из которого следует что есть надежда что теория фиг четвертая она перенормирована и она действительно перенормирована если анализировать просто теорию возмущения в теории фиг четвертой хотя безусловно точно так же как в квантоветродинамике которую мы с вами рассматривали перед этим все диаграммы радиационные все диаграммы в которых встречается уже встречается петля они все с треском расходятся на верхнем пределе и надо проводить перенормировку вот давайте рассмотрим проведем просто размерный анализ который мы уже неоднократно с вами проводили вот теперь он нам наконец-то пригодится это действие действие у нас должно быть безразмерным однократно мы про соответствующую вещь говорили значит размерность в этом случае лагранжан это будет Т-4 степени значит если смотрим на теорию Фи в четвертой вот так как у нас поле базонное полнослагаемое смотрим поскольку масса энергия вот все эти величины имеют размерность Л в минус первой вот то отсюда четко видно что размерность поля Фи Л в минус первой чтобы Л в минус четвертой для лагранжана получить вот значит итак отсюда четко видно что константа это же безразмерная на самом деле это вот важное обстоятельство благодаря ему данная теория является перенормированной или более аккуратно надо сформулировать короче говоря если константа связи оказывается не безразмерной и оказывается и оказывается по размерности длина в любой положительной степени то тогда квантовая теория поля точно является не перенормированной и сделать с ней практически ничего невозможно вот давайте положим что у нас с лагранжан взаимодействие имеет вот такой вид где К больше ну то есть степень Фи больше 4 идет вот тогда размерность соответствующей константы взаимодействия будет Л в степени К где К больше нуля длина в положительной степени вот но на самом деле естественно всегда разложение в любой в любой теории возмущения надо строить по безразмерному параметру ну любое разложение оно описывает некоторую функцию либо некоторый функционал любая функция вообще-то вещь как бы только от безразмерных величин экспонента в экспоненте или или под логарифм должны обязательно стоять безразмерные величины вот и и поэтому на самом деле разложение всегда надо вести по безразмерному параметру в данном случае естественно таким параметром является если вы константу связи домножите на L в правильной степени что по безразмерному соответствую константу связи ну или если вы по энергии посмотрите то будет вот так теперь если вы задали константу связи константы какая-то константа у вас то ясно что безразмерная константа связи будет просто расти пропорционально соответствующей степени энергии ну или будет расти просто на малых расстояниях не ограничено и на самом деле это уже все вот то есть вы так как она принципиально растет не логарифмически как мы получали при перенормировке она растет изначально константа связи потом она еще будет расти при попытке проведения перенормировки вот и с такими константами связи уж точно ничего хорошего не получится вот то есть грубо можно сказать что безразмерность константы связи она просто является необходимым но недостаточным условием для перенормированности любой теории взаимодействия вот поэтому первое что делают если написали некую квантовую теорию смотрят размерность константы связи если она безразмерная ну или крайне редкий случай когда она длина в отрицательной степени то тогда все прекрасно теория будет перенормирована если она размерности положительной степени длины вот то все соответствующую теорию можно даже не рассматривать вот она является не физической вот значит с этой точки зрения годится ну например теория Жена Фи в кубе но с этой теорией другие проблемы вот легко понять что лагранжан взаимодействия тогда вот он он может иметь в том числе если на это смотреть вот как со знаком минус как на потенциал а сейчас мы на это дело будем смотреть как на потенциал то ясно что потенциал будет бесконечно отрицательным и значит не будет устойчивого основного состояния то есть можно будет сколько угодно туда на дно потенциала частиц кидать они у вас непрерывно рождаться будут и так не будет устойчивого вакуума вот то есть теория Фи в кубе категорически не подходит ну и вообще все теории с нечетным Фи они категорически не годятся физически вот а из всех теорий с четным с четной степенью Фи на самом деле Фи в четвертой является единственной теорией перенормирования и так степенных теорий просто нет никаких других кроме Фи в четвертой для скалярного поля Фи ну и наконец давайте рассмотрим реальные поля позонные фермионные с которыми мы работали вот давайте фермионные спинорные рассмотрим допустим для спинорного поля отвечающего спину одна вторая где в качестве поля Фи фигурирует спинор ну либо биспинор если уравнение Дирека писать вот вот Дирковский Лагранжан записан да вот из него легко увидеть что поле Фи имеет размерность стиль минус три вторых вот вот можно два Лагранжана взаимодействия написать можно написать Лагранжану взаимодействие фермионов с некоторым с некоторым другим бозонным полем на самом деле из всего предыдущего рассмотрения и из рассмотрения стандартных калибровочных полей мы всегда видели что именно такой случай реализуется то есть фермионы взаимодействуют с некоторым с некоторым бозонным калибровочным полем с векторным полем бозонов со спином единички другое дело что не калибровочным является вот и так вот Лагранжан взаимодействие фермионного поля с неким бозонным полем давайте оценим размерность константы связи значит Кси это Л в минус три вторых значит вот эта парочка это будет Л в минус третий а Фи бозонное поле как мы только что видели имеет размерность Л в минус первого значит вот это все имеет размерность Л в минус четвертой значит константа связи безразмерна ну и соответственно есть надежа что теория перенормируемая и она действительно является перенормируемой а теперь рассмотрим допустим взаимодействие вот такого вот вида когда в прямую между собой взаимодействуют два фермиона вот константа Ж еще такую константу называют константой ферми для четырехфермионного взаимодействия и у нас это умирает и рождается один допустим электрон и умирает и рождается другой электрон то есть они грубо говоря просто взаимодействуют друг с другом так вот размерность естественно четырех Пси стоящих в правой части она есть Л в минус шестой значит размерность константной связи есть просто и в квадрате ну и отсюда сразу же ясно что соответствующая теория является неперемормируемой и с такой теорией сделать ничего нельзя то есть у нее будет бесконечное количество различных расходимостей ультрафиолетовых и их невозможно будет прятать ни в какое количество конечных параметров подлежащих определений из эксперимента то есть на самом деле вот такую теорию пишут как феноменологический предел слабого взаимодействия когда рассматривают по сути дела диаграмму только первого порядка вот диаграмма первого порядка вот такой теории и теории вот такой вот здесь у вас однократно когда однократное рассеяние то однократное рассеяние за счет поле фи которое сначала родилось а потом умерло можно привести вот к такому виду но в первом порядке теории возмущения когда вообще никаких расходимости нет а следующие порядки теории возмущения будут радикально отличаться и так и так вот это можно писать эффективную такую теорию лишь для описания первого порядка теории возмущения вот больше не для чего ну и находить условно говоря в первом порядке теории возмущения или чему соответствующие константы фирмы чтобы дальше с вами более мальчики использовать ну а теперь давайте перейдем непосредственно к детям 290 290 290 290 290 92 92 92 92 немножечко другая нумерация страниц форматур и так в чем была вот как бы на самом деле все наше рассмотрение будет во-первых очень тесно привязанных главе 2 мы рассматривали грибровочные поля поэтому вам советую еще раз в зависимости от того как мы сегодня успеем рассмотреть еще раз по крайней мере перед следующим занятием еще раз просмотреть главу 2 как мы вводили грибровочные поля как мы вводили поля я отгонился отвечающие локальной грибровочной симметрии Су2 ну а пока мы начнем с введения понятия спонтанного нарушения симметрии в курантовой теории поля вот оказалось что существенный прогресс в современной теории элементарных частиц был достигнут благодаря введению понятия фазового перехода ну или спонтанного нарушения симметрии в квантовую теорию поля когда симметрия основного состояния оказывалась более низкой чем симметрия грибровочной 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 на самом деле когда мы рассмотрели поля Янг и Милсах отвечающие локальной калибровочной симметрии группы Су2 мы там с вами убедились что количество полей правильное получается по свойствам поля калибровочные отвечающие вот такой локальной калибровочной симметрии они действительно такие же как должны быть в случае слабого взаимодействия единственный недостаток был у нас калибровочные поля всегда получались без массы то есть по определению любое калибровочное поле окажется без массы а на самом деле вот поля отвечающие символу взаимодействия они массивные и даже очень массивные про массу у них мы еще поговорим но все равно это порядка сотни г 80 г так очень массивные поля вот поэтому а как только вы пытаетесь руками массу соответствующим полям приписать так вы нарушаете локальную калибровочную симметрию из которого собственно говоря лагранжан для этих полей и получим сами поля и получим поэтому это было довольно долгое время препятствием вот на самом деле соответствующие препятствия удалось преодолеть путем вот введения понятия фазового перехода в квантовую теорию поля давайте посмотрим как мы вводим понятие фазового перехода в квантовую теорию поля ну и вообще что такое фазовый переход фазовый переход всегда связан с изменением некоторой симметрии на самом деле всегда так сказать несимметричная фаза по температуре ниже температуры критической вот она всегда более несимметричная чем симметричная фаза выше критической температуры то есть всегда нарушается некоторая симметрия. Ну давайте просто простейший пример, который всегда привожу, который наиболее нагляден. Допустим, ферромагнитный переход. У вас изначально, ну допустим, вы изначально писали гейзенберговский генетаниан, у вас по гейзенбергу частички взаимодействуют, вот ясно, что у него есть симметрия сферическая. От направления спины ничего не зависит. Там скалярное произведение стоит. После того, как у вас произошел переход в ферромагнитное состояние, у вас есть выделенное направление спины, есть спонтанный магнитный момент, есть выделенное направление спина и симметрия сферическая оказалась нарушена. Появилось выделенное направление. На самом деле любой фазовый переход всегда связан с некоторым, с пропадением некоторой симметрии, с изменением симметрии в системе. Вот, вот, давайте начнем с простейшего примера скалярного вещественного поля ФИ с самодействием. Давайте, вот, запишем, ну, грубо говоря, обрезок от Лагранжа наклеена Гордона. Вот, вот он, все, что связано с производными. И плюс у нас есть некоторая функция инвариантов поля. Некоторая функция от ФИ. В принципе, вообще говоря, она может быть достаточно произвольной функцией. Ну, или если мы распишем на, разделим производное на временную и пространственную, то вот так вот будет выглядеть. Фомула 1. Вот, вот давайте вот на это дело смотреть. Вот на первое слагаемое можно смотреть, как на плотность кинетической энергии. А на то, что сосредоточено в буквочке В, можно смотреть, как на плотность потенциальной энергии. На самом деле, просто до некоторой степени аналогия с классической механикой, когда вы рассматриваете не ФИ, а просто Q, зависящая от Т. Тогда первое слагаемое уже в данном случае функции Лагранжа будет отвечать кинетической энергии аналогичной, но второе слагаемое просто потенциальной энергии уже без всяких кавычек. Вот давайте уравнение движения получим. Применяем уравнение Лагранжа. Вот уравнение движения. Получили. Формула 2. Ну или опять, как бы, если разбить на временной производной пространственной, то вот так вот выглядит уравнение. Вот. Ну и ясно, что, грубо говоря, в буквочке В можно придать смысл аналогичной потенциальной энергии в случае, когда вы рассматриваете в классической механике функцию Лагранжа. Вот. Значит, в дальнейшем нам нужно в процессе фазового перехода какую-то симметрию нарушать, да? Поэтому нам необходимо, чтобы у изначального Лагранжа была какая-то симметрия. Вот. Но так как у нас фи как бы однокомпонентная величина, то единственную симметрию, которую мы можем измыслить для Лагранжана 12.1, это дискретная симметрия фи на минус фи. То есть нам надо считать, что В от фи у нас четная функция фи. Ну, при фи на минус фи не меняется. Первое слагаемое в Лагранжане с очевидностью не меняется при замене фи на минус фи. Правда ли, да? Итак, мы будем рассматривать вот Лагранжана вот такого вида и плюс дополнительно имеющий дискретную симметрию фи на минус фи. Значит, ну давайте рассмотрим. Пусть В от фи имеет вид, показанный на рисунке 12.1. Некоторый потенциал с минимумом при фи равное нулю. И безусловно симметричный относительно фи на минус фи. Если б мы, у нас было бы устойчивое состояние при фи равное нулю, вот неустойчивое, был бы экстремом при фи равное нулю у потенциала, но рожки были бы вниз, то у нас не было бы устойчивого нормального состояния. Вакуум просто, это было бы неустойчивое равновесие при фи равное нулю. Значит, рожки необходимо только вверх направить. Ну, чтобы было устойчивое основное состояние, был устойчивый вакуум. И так, по сути дела, никакую другую картинку, кроме вот этой, вы не можете нарисовать. Так, всё. Вот, давайте смотреть, что получится. Вот, значит. Итак, v от фи имеет минимум при фи равное нулю. Раскладываем вблизи положения равновесия. v от фи. Ну, так как, как бы, так как, во-первых, договорились, что у нас соответствующий потенциал при фи равное нулю равен нулю. А во-вторых, так как у него минимум, то первого члена разложения нет. Производная от него по фи равняется нулю. Значит, первые члены разложения квадратичные по фи. Вот мы и записали квадратичный член разложения по фи. Вот, где мю в квадрате, это просто, ну, соответствующая вторая производная по фи равное нулю. Ну, тогда мгновенно, мгновенно видим, что у нас Лагранжан в таком приближении просто сведется к Лагранжану Клейна Гордона. Правда? Ну, то есть, v от фи будет иметь вот такой вот ответ, и возникнет квадратичная форма по фи. А во-вторых, ну, уравнение движения, вот оно, это будут уравнения, опять-таки, Клейна Гордона, откуда сразу же ясно, что ню имеет смысл просто масса. Ну, по той простой причине, что подставляете сюда плоскую волну вместо фи, и вы мгновенно получаете связь из этого уравнения, связь между энергией и импульсом, вот, который описывает просто реликтивистский спектр. Вот, в таком вот виде, связь фигурирует. Дека нулевой в квадрате, это энергия, по сути дела, в квадрате, да? Так, значит, так реликтивистский спектр получаем, значит, ню просто имеет смысл массы. Ладно, если мы учтем следующие члены разложения. Напомню, потенциал ват-фи у нас симметричен относительно, фи на минус фи. Вот, как бы, значит, следующий член разложения, вот он, четвертой степени по фи. Записали его. Вот, если мы вернемся к Лагранжану, вот, к Лагранжану вернемся вот к этому, то ясно, что мы просто получим теорию фи в четвертой. Первое слагаемое у нас будет описано, у нас сформирует Лагранжан Клейно-Гордона с массой, как бы, с массой ню, да? А вот это вот слагаемое как раз и будет пропорционально фи в четвертой. То есть будет та самая теория фи в четвертой, которую мы только что писали. И более того, значит, из размерности константы связи лямбда, то, что она безразмерна, мгновенно следует, что соответствующая теория перенормирована, да? Ну, не следует, но, по крайней мере, есть надежда, что она перенормирована. Она действительно перенормирована из анализа диаграммной техники. Так, вот, а теперь давайте возьмем чисто формально рассмотрим в случае u в квадрате меньше u. Вот, если вы посмотрите туда, то это отвечает как раз, как вы видите, как бы, отвечает случаю, когда а у вас станет отрицательным, да? То есть, как бы, коэффициент перед фи в квадрате стал отрицательным. Давайте, итак, как бы, казалось бы, ну вот, чисто формально, если сравнивать с уравнением Калейна-Гардона, то, казалось бы, ну просто это соответствует какой-то нефизической, мнимой массе частиц. Но, на самом деле, нужно более аккуратно оценивать соответствующий минимум, ну вот, эффективного потенциала, минимум v от фи, где возникнет. Итак, mu в квадрате меньше нуля. Так, вот, на самом деле в этом случае фи равное нулю больше не является в этом случае положением устойчивого равновесия, а потенциальная энергия имеет вид, показанную на рисунке. Вот, как бы, потенциал стал такой. Лябда по-прежнему положительный. То есть, рожки у потенциала на больших фи по-прежнему направлены вверх. То есть, все равно где-то будет при каких-то, при каких-то фи будет существовать минимум. Ну вот, мы видим, а симметрия фи на минус фи сохранилась, потому что только четные степени фи. А вот, значит, но мы видим, что вместо одного минимума появились два минимума. И при фи не равное нулю. На самом деле, вот это вот, как бы, сейчас мгновенно мы увидим, что вот это вот и есть спонтанное нарушение симметрии. Хотя, пока, вроде бы, потенциал остался симметричным относительно фи на минус фи. И Лагрушан пока остался симметричным относительно фи на минус фи. Как и свободная энергия, вы видите, даже при смене знака симметрична относительно фи на минус фи. Так, вот. Значит, давайте сосчитаем соответствующее положение устойчивого равновесия. То есть, где минимум у нас расположено. Фи равное нулю больше не является положением устойчивого равновесия. Берем производную от этого дела по фи, приравниваем к нулю, ну и определяем фи вот у нас такое, в точках минимум. Ну, где модуль, mu в квадрате, потому что mu в квадрате у нас отрицательный став. На самом деле, здесь минус mu в квадрате будет. Так. Ладно. Вот. Значит. Соответственно, давайте попробуем теперь интересоваться не как бы поведением поведением поля вот в окрестностях минимума. На самом деле, нам необходимо выбрать один минимум. Сейчас объясню почему. Вот. Один из минимумов выбрать и разложить поле вблизи этого минимума. Вот. Естественно, вот два минимума получилось. Вот. О чем свидетельствует знак плюс или минус. Да. Вот. Ну, давайте, допустим, выберем минимум, отвечающий фи, равное ну там это со знаком плюс. Вот. Вот. И произведем разложение v от фи по, как бы, по степеням фи минус это с точностью до квадратичных членов. Фи минус это. С точностью до квадратичных членов по дельта фи равное. Фи минус это. Вот. Разложение здесь проведено. Могу попросить на экзамен. Только проведите. Проведите разложение. Без проблем надо, в принципе, провести. Ну, просто аккуратно там надо делать, как бы, помня, что знак у него в квадрате отрицательный. Несколько непривычно это. Вот. Такие обозначения мы ввели. Вот. Итак. Потенциал будет иметь вот такой вот вид. Констант от дельта фи независящих плюс некоторую квадратичную вещь. Причем, обратите внимание, у него в квадрате отрицательный, а перед него в квадрате минус отрицательный. Итак. Мы получили нечто пропорциональное дельта фи в квадрате. Вот. И перед этим стоит положительный коэффициент. Значит. Итак. Если вот новое разложение по дельта фи, а производные в Лагранжане, можем брать производные от фи, можем брать производные от дельта фи. От этого ничего не меняется, да? Вот. Поэтому, на самом деле, вот то, что потенциал стал такой, по сути дела это означает, что у нас, ну, с точностью, да, некоторые константы вообще от поля независимые, возник снова Лагранжан-Клейно-Гордон. Но уже по дельта фи. И тогда, по сути дела, означает, вот что с точностью до одной, второй, вот коэффициент, который здесь стоит, это и есть масса в квадрате. Наших новых, новых частиц. Ну, или новых возбуждений. Вот над этим, над этим минимумом. Вот. Ну, откуда видно, подставляем это дело допустимо, в уравнение движения поля. Вот. Будем иметь, опять-таки, решение для дельта фи в виде плоских волн с волновым вектором, удовлетворяющим закону дисперсии соответствующего. Ну, уже с массой равной 2 мёв в квадрате. Почему 2 мёв в квадрате? Ну, потому что, напомню, в лагранжане Клейно-Гордона перед квадратичной формой по производным стоит 1 м в квадрате. И перед квадратичной формой по полям стоит 1 м в квадрате. Помнили, да? Поэтому, ну, двоечка здесь померла. Потому что у нас здесь просто 1 м в квадрате. Да? Всё. И так, как бы, значит, соответственно, вот в окрестностях соответствующего минимума у нас появятся частички с положительной массой. Вот такой вот. Всё. Так. Фактически, мы имеем дело с фазовым переходом в квантовой теории поля по той простой причине, что, несмотря на то, что вот у нас потенциал, такой двухъявный, так как дам у нас тут нет, вот, соответствующий потенциал двухъявный, вот, в квантовой механике называют жопой лившица. Вот. А задница лившица, там, порядок исторических причин. Ну, вот типичнейший потенциал в данном случае в квантовой теории поля. Точно такой. Двухъявный. Вот. Значит. Причём, обратите внимание, мы на самом деле выбрали один из минимумов. Ну, можно выбрать этот минимум, можно выбрать этот минимум. В принципе, это без разницы. Но после того, как вы выбрали один из минимумов, про другой минимум можно забыть. Вот. В квантовой механике, на самом деле, если у вас двухъявный потенциал, то у вас есть тоннелирование между двумя минимумами. Да. И волновая функция может быть либо симметричная относительно этих двух минимумов, либо антисимметричная. Причём хорошо известно, что симметричная волновая функция, вот, отвечает более, более низкой энергии. Вот. И, по сути дела, у вас, как бы, основное состояние является по-прежнему симметричным относительно этих двух минимумов. То есть волновая функция симметрична будет, вот, относительно этих двух минимумов. В квантовой теории поля ситуация в этом смысле такая же, как в классической механике. То есть вот в классической механике, если у вас есть вот какой-то вот такой потенциал, то до определённых энергий вы упадёте в один из потенциалов, да. А в другой вы перебраться не сможете. Пока у вас энергия не будет такая, что вы перекатить шарик сможете из одной ямки в другой. Вот. А если у вас, вы рассматриваете низкоэнергетические всякие вещи, у вас шарик сидит вот в этом минимуме и будет здесь болтаться, да. И сюда он не переберётся. Так вот, в квантовой теории поля ситуация категорически даже ещё более суровая, чем в классической механике, потому что вы попадёте вот в этот минимум. А вот в этот никогда перебраться не сможете. Почему? Да по той простой причине, что вот это вот у нас на самом деле не функция Лагранжи, а Лагранжа, то есть плотность функции Лагранжи. И у нас, чтобы получить функцию Лагранжи, нам ещё надо проинтегрировать по всем координатам. Ну, допустим, вот смотрите. Допустим, поле у нас, как бы, поле у нас конечно вблизи, поле у нас конечно внутри некоторого объёма, занимаемого полем. Вот давайте объём обозначим омега большой. Вот тогда функция Лагранжи, она естественно есть интеграл по координатам от плотности функции Лагранжи от Лагранжиана. И она, ну грубо говоря, если и считать, что плавно зависит Лагранжиана от координат, то она более-менее есть L умножить на объём, занимаемый полем. Понятно, да? Это будет означать, что мы должны интересоваться тунулированием у частицы с массой, грубо говоря, пропорциональной омега большой, то есть объёма занимаемого полем. Вот, то есть это масса пропорционально объёма занимаемого полем. Потенциальный барьер, ширина у него, ну как была эта, так и осталась эта. Здесь, грубо говоря, объёмный множитель не возникнет. Высота барьера опять-таки будет пропорционально объёмному множителю. Ну и тогда вероятность такого туннельного перехода, опять-таки сравнение того, что вы анализировали в квантовой механике, будет иметь вид такой вот экспонент, где здесь масса частиц, здесь высота барьера. Вот, масса частиц пропорциональна объёму, высота барьера пропорциональна объёму. В результате вы в экспоненте объёмный множитель получаете. Ну и на самом деле вероятность, с учётом того, что у вас объём стремится в бесконечность, вот так эта бесконечность ещё и в экспоненте стоит. То есть, короче говоря, за счёт того, что у вас бесконечно большое число степеней свободы, в отличие от квантовой механики, когда одна частица, вы рассматриваете вероятность стимулирования одной частицы. Здесь, на самом деле, вы должны, по сути дела, ну вот, всю эту огромную систему с бесконечным, по сути дела, числом частиц, а там, под основным-то состоянием сидит, по сути дела, бесконечное число частиц, вы должны перейти через барьер. Вот о чём и говорит объёмный множитель, появившийся в экспоненте. Короче говоря, нет никакой вероятности стимулирования. И вы должны выбрать одно состояние, один из вакуумов, один из минимумов. А про другой можно напрочь забыть. Туда больше, после того, как у вас появился минимум, туда больше ничто никогда не попадёт. Вот. Итак, значит, смысл простой. В этом смысле, по сути дела, как в классической механике, когда вы рассматриваете совершенно низкоэнергетические состояния. Как только у вас появился такой потенциал. Вот. С двумя минимумами. Вы должны выбрать один минимум и в окрестностях него всё и раскладывать. Раскладывать по отклонению, допустим, вот выбрали вот этот минимум. Раскладываете по отклонению вокруг него, а про этот можете вообще забыть. Вот. Смотреть только вот на эту часть картинки. Так. Ну и из этого мгновенно ясно, что несмотря на то, что у вас изначально Владимир Жан обладал симметрией фи на минус фи, то, что вы получили в результате, никакой симметрии фи на минус фи не обладает. Более того, то, что вы получили, оно не обладает симметрией и фи на минус фи, даже если вы... Дельта фи на минус дельта фи тоже симметрией не обладает эта штука. Потому что у вас появятся добавки пропорциональные дельта фи. Вот если вы следующее следующее разложение напишите, у вас появятся добавки пропорциональные дельта фи в кубе. Мы здесь не всё написали, как бы взаимодействием пренебрегали. Ну, это из-за рисунка видно. Вот этот минимум не симметричен относительно вот этой точки. Симметрия в этом смысле полностью нарушена. То есть, несмотря на то, что изначально лагранжан симметрия. Вот такое нарушение симметрии и называется спонтанным нарушением симметрии. Когда у вас лагранжан симметрия обладает, а основное состояние, получаемое из этого лагранжана, никакой симметрии уже не обладает. Точно так же, как в случае фермагнитного перехода. Гамильтаниан обладает сферической симметрией, а основное состояние, которое получилось со спонтанным магнитным моментом, в соответствии с симметрией не обладает. Вы можете сказать, что зачем нам это все нужно. Давайте еще немножечко поработаем ряд слов, которые при этом употребляются определимо. А потом перейдем к тому, зачем это нам все нужно. Итак, обычная теория поля, соответствующая потенциалу Вэтфит, одноявному, строится следующим образом. Поле разлагается в виде суммы по осцилляторам, а коэффициенты разложения обзываются операторами рождения и уничтожения, если вы квантуете соответствующее поле. Причем вакуумом, естественно, называется состояние без частиц. То есть, как бы, А на вакуумное состояние есть ноль, соответственно, А крест, стоящий справа, действующий на вакуумное состояние налево, тоже равняется ноль. Поэтому, если вы берете поле Фи, а это есть, как бы, поле Фи, разложенное по плоским воллам, где у волн с положительной энергией стоит А, у волн с отрицательной энергией стоит, ну, грубо говоря, А крест. Правда ли? Вспомните разложение. Но дело в том, что у нас, как бы, вакуум, если вы в обкладках из вакуумного состояния возьмете, то есть, усредните по вакуумному состоянию, будете смотреть в величину поля Фи, среднее по вакуумному состоянию, где нет частиц, то вы, безусловно, получите ноль. Потому что у вас и А в таких обкладках выдаст ноль, и А крест в таких обкладках выдаст ноль. Правда? Исходя из вот этого условия. В случае же потенциала двухъявного, то у вас вот эта вот штука не будет равняться нолю. У вас нулю будет, вам надо по, как бы, по плоским волнам раскладывать уже не само поле, а поле Фи минус Эп. И вот такой вот ноль вы получите для дельта Фи. Вот для вот этой величины. Ну а среднее от самого поля будет равняться просто. То есть, как бы, среднее по вакуумному состоянию от самого поля станет отличным от нуля. Вот, на самом деле, появление среднего от самого поля отличного от нуля, оно как раз и выражает, грубо говоря, и отражает возникшее спонтанное нарушение симметрии. Оно, ну, грубо говоря, до некоторой степени это и есть, можно рассматривать это в качестве параметров порядка такого фазового перехода. Вот, значит, ну еще достаточно часто говорят, что в системе возник базе конденсат частиц, соответствующих полю Фи. Вот это из аналогии рассмотрения слабоиндеального базы газа там, как бы, на низшем энергетическом уровне, когда базе конденсация возникает, там возникает макроскопическое число частиц. И там вот, как бы, до некоторой степени также вот вакуумное состояние, вакуумное среднее, оно оказывается отличным от нуля за счет того, что возникло макроскопическое число частиц на низшем энергетическом уровне. Вот, поэтому еще вот так иногда говорят, вот, никакого база конденсата в обычном понимании там нет, вот, просто из аналогии с ситуацией в случае база конденсации. Вот, про это, про это говорят. Так, вот, значит, итак, как бы, еще раз, исходный вольмужа у нас симметричен, действительно, Фи на минус Фи. Однако, при мю в квадрате меньше нуля, он приводит к несимметричным основам состояния вакуума. И выражением этой несимметрии является, ну, вот, отличие от нуля вакуумного среднего для старого поля Фи. Для нового поля дельта Фи по-прежнему вакуумное среднее будет равняться 0. Так, вот, произошло то, что в квантовой теории поля называют спонтанным нарушением симметрии, а в теории конденсированного состояния это называют просто фазовым переходом. Хотя сейчас достаточно часто тоже называют спонтанным нарушением симметрии. А теперь давайте смотреть, как вот такая штука, вот такое поле, спонтанно нарушающие симметрии, может приводить к появлению массы у чего-нибудь. А без проблем может приводить к появлению массы. Ну, допустим, вот, рассмотрим некое произвольное дироковское поле безмассовое. Вот, Лагранжан, Дирока, записан. Что-то он так странно записан. На самом деле здесь переписаны через левые и правые компоненты, которые вот так вот вводятся. Стандартный кусок Лагранжана, Дирока, без масс. Сейчас, которые есть, вот видно, как Л, ровное, и, так, КСИ, мерковски сопряженное, Д, с крючеками. вот так кси, где t с крышкой, это есть гамма-нё, t-нёрт, значит, где кси, есть кси-э плюс кси-э, ну а кси-неркутский сопряжённый есть кси-энеркутский сопряжённый плюс кси-эркутский сопряжённый если вы воспользуетесь свойствами кси-энеркутского сопряжённого, то вы увидите, что такое лагража можно записать вот так на экзамене может возникнуть вопрос, если вы сюда подставите кси-эр плюс кси-эр, сюда подставите кси-эр плюс кси-эр у вас два слагаемых будут вот такие вот, не смешанные, а будет ещё два слагаемых смешанных естественно, надо уметь показать, что смешанные слагаемые просто более прощаются если между ними стоят производные, имеющие гамма-нё в себе напоминаю, что гамма-5 антикоматирован со всеми гамма-нё другими, и плюс гамма-5 в квадрате есть здесь а также, чтобы получить дираковские сопряжённые, кси-эр и кси-эр, надо необходимое время брать дираковское сопряжение напомню, что дираковское сопряжение, это и есть комплексное сопряжение плюс домножение справа на матрицу гамма-нулевое, которое действует справа налево вот, как бы, дираковское сопряжение, ну, дома попробуйте взять, во-первых, дираковское сопряжение вот, от этих вот двух увеличение ну, то есть то, как вы сумеете взять дираковское сопряжение, у вас необходимо будет показать, что соответствующие члены смешанные, кси-эр, 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 они просто выдадут ноль, напрямую если дети их считать, они выдадут ноль так что, здесь не что иное, как вот эта записка а гамма-5, это что-то появится с собой? а гамма-5, это как бы, это перемножение всех четырёх матриц дираков ну, там, когда свойства гамма рассматривали, вот, вводили матрицу гамма-5 на самом деле, это очень часто фигурирующая матрица, она у нас так периодически будет фигурироваться потому, что с помощью неё удобно вводить левые и правые поля а левые и правые поля мы впервые развели, когда стали рассматривать нейтрины, безмассовые фермины вот, оказалось, что для них удобно вводить левые и правые поля по той простой причине, что нейтрины, они это, сами нейтрины всегда левые, а антинейтрины всегда правые Но, впрочем, еще раз говорю, если вы посмотрите в литературе, там вообще полный разнобой, потому что нейтрино, они безмассовые, и вследствие этого, что называть частицами, что называть античастицами, есть очень большой разнобой. Буду я сказать, там невозможно определить, что называть частицами, что называть античастицами. Это произвол, есть некий в этом случае. Ну и давайте дальше двигаться. И пусть у вас вот эти вот безмассовые фермионы взаимодействуют с некоторым полем ФИ. Взяли, записали член взаимодействия. Опять-таки. Итак, Лагранжан взаимодействие записали. Константа, некоторые. Вот наши фермионы. На самом деле, то, что здесь записано в квадратных скобочках, это есть не что иное, как КСИ-Гираковский сопряженное на КСИ. Вот если посерединке не стоит производная, которая гаммоню содержит, то тогда наоборот, от КСИ-Гираковской сопряженное на КСИ, что, напомню, является скаляром. То есть гарантированно не изменяется при повороте спиноров под действием группы, любых элементов группы СУ-2. Так вот, здесь вот этот скаляр записан. Но в случае, если посередине не стоит матрица гаммоня, то тогда наоборот. Из четырех слагаемых произведений КСИ-Гираковской сопряженного на КСИ, наоборот, остаются только смешанные произведения. Такие КСИ-Л, КСИ-ГР. А не смешанные, опять-таки, обращаются вновь. То есть, вот, как бы, задание дома, это проделать. Мы сейчас периодически этим будем пользоваться. И вот, как бы, работой с правыми и левыми полями надо их освоить. По той простой причине, что в теории Вайнберга-Салама изначально все фермионы и вообще все частицы изначально рассматриваются без массы. А массу им придадим за счет взаимодействия. Вот аналогично тому, как вот сейчас это сделано. Вот, давайте осмотреть, как бы, наше поле КСИ взаимодействует с полем ФИ. А вот для поля ФИ, скажем, что оно спонтанно нарушает семейство. Итак, наши фермионы безмассовые взаимодействуют с полем, спонтанно нарушающим симметрию. Вот, как бы, и как только поле ФИ будет спонтанно нарушать симметрию, то вот, смотрите, в Лагранжане взаимодействие таком, мы можем поле ФИ заменить на его вакуумное средство. Ну, то есть, как бы, формально надо было бы здесь записать вакуумное среднее плюс дельта Ф, а дальше интересоваться всеми разложениями по дельта Ф. Но дело в том, что, как только вы будете писать, как бы, слагаемое с дельта Ф на фоне вакуумного среднего, то это значит, что вы будете интересоваться рождением частиц поля, ну, вот, от ватланного минимума. То есть, будете интересоваться появлениями частиц поля, поля вот такого вот, спонтанно нарушившего симметрия. А эти частицы, в принципе, могут быть очень массивными. Если вы, ну, как бы, проводите эксперимент на энергиях меньше, чем энергии рождения этих частиц, то, вообще говоря, все с всеми членами разложения, содержащими дельта Ф, вы можете насмерть пренебречь. И тогда формально ситуация будет такая. Вот здесь поле ФИ, вы должны заменить его вакуумным средним. Если у вас спонтанное нарушение симметрии произошло, то тогда, вот, вакуумное среднее стало отлично от нуля. Заменяйте его на вакуумное среднее. У вас, Лагранжан, взаимодействие станет вот таким. Записан через, как бы, в нормальных обозначениях. Ну, а теперь смотрите, вот это дело просто константно. Тогда мгновенно у вас полный Лагранжан принял вот такой вот вид знакомый уже. Это уже Лагранжан Фермионный, Лагранжан Дирека, но уже с массивными Фермионами. Причем масса, ну, вот это по сути дела, вот это вот масса Фермиона возникшей. Итак, масса Фермиона, это есть константа взаимодействия нашей с полем спонтанно нарушающим симметрии, умножить на вакуумное среднее у этого поля. Все. Значит, Фермионы за счет взаимодействия с полем спонтанно нарушающим симметрии приобрели массу. Вот, поэтому можно исходить из картины, из модели частиц первично безмассовых левых и правых Фермионов, которые взаимодействуют с полем Фи, претерпевающим фазовый переход, ну, спонтанного нарушения симметрии. Вот, значит, и мы получим массу у наших Фермионов. Вот, давайте, мы больно уж совсем простой случай рассматривали, когда у нас нарушалась дискретная симметрия, Фи на минус Фи. Давайте усложнять теперь вещь, давайте посмотрим, что будет в случае нарушения непрерывной симметрии. На самом деле возникнет, к сожалению, некоторое осложнение, казалось бы. Вот, итак, давайте, ну, простейший способ, как ввести еще некоторую дополнительную внутреннюю симметрию. Ну, допустим, поле Фи рассматривать комплексно, ну, или заряжен. Вот, значит, давайте вот рассматривать комплексно-скалярное поле Фи, которое, по сути, делает феволентно в двух вещественных полях, действительно, в единую часть, поделим, множитель, единица на корень из двух, уводит, чтобы лагранжан просто распадался на сумму двух лагранжанов вещественных клеем гордона. Вот, так удобней. В этом случае лагранжан вот будет иметь вот такой вот лагранжан. Ну, а в это по-прежнему потенциал самодействия, который, конечно, мы будем считать, что он может будет нарушать симметрию. Так, теперь у нас симметрия какая-то должна быть, да? Вообще, на самом деле, она должна быть относительно поворотов вот в таком вот комплексном пространстве. Как это сделать на уровне, ну, вот, потенциала самодействия поля? Вот, надо, чтобы он зависел только от модуля Фи. То есть, у нас потенциал зависит от поля Фи только от модуля поля Фи. То есть, он зависит только от Ро, где Ро в квадрате, это Фи один в квадрате, Фи два в квадрате, которые есть, вот такая вот штука. Двучка, потому что, что есть действительно манерная часть. Итак, В, по сути дела, у нас есть функция лишь от модуля Фи. Вот, на самом деле, это просто означает, что у нас есть симметрия относительно домножения на фазовом умножении. Вот, в этом огружении у нас соответствующая симметрия и есть. Ну, или есть симметрия относительно поворотов, вот, в таком вот пространстве, то есть, преобразование, поворот двухкомпонентного такого вектора в двухмерном пространстве вещественной именемой части. Значит, ну, как мы уже многократно говорили, это есть, ну, просто группа симметрии У1. Вот, вот, в такой группе симметрии отвечает закон сохранения заряда. Ну, значит, соответствующие поля могут быть заряжены, вот, ну, а соответствующая симметрия соответствует закону сохранения такого заряда энергетики. Ну, ну, это, в принципе, может быть заряд электрический, это может быть барионный заряд, вот, неважно, это любой андитивный заряд, отвечающий в группе симметрии относительно группы У1. Вот, вот. Так, а теперь рассмотрим потенциал В от Ро, спонтанно нарушающий симметрию, то есть вот такой вот, да? Ну, и еще Мю в квадрате отрицать. Вот. Записываем поле в виде представления модуль фазы. Ясно тогда, что у нас, ну, вот, с учетом того, что у нас потенциал вот такой вот вид имеет, вот, то потенциал В от Ро имеет минимум при Ро равно Этто, по-прежнему, такому же Этто, да? Вот, как бы, корень из модуля Мю в квадрате поделить на Лянда. Вот, значит, но в данном случае этому минимуму соответствует бесконечное количество полей Фи. Вот, любые поля Фи вот такого вот вида с произвольной фазой Али. То есть давайте на картинку посмотрим, где тут картинка. Да, вот. Не очень надо было... Вот здесь от модуля Ро картинка, да? А если бы вы строили картинку для поля, то вам необходимо было бы, вот, как бы, снизу плоскость нарисовать, и это была бы шляпа с такими вертикальными полями, ну, фигура вращения с такими полями. Сомбреро, только поля еще и вверх загнятые, да? И на самом деле, вот, как бы, все минимумы, вот, как бы, внизу, в ямке этого сомбреро, вот, они были бы эквивалентны. Так, формально. То есть, и так, как бы, Ро конкретное, вот, значит, вот такое вот, Ро у нас соответствует минимуму. А любое поле Фи вот такого вот вида с соответствующим, как бы, с соответствующим Ро равное это, с произвольной фазой лежит в минимуме. А теперь Вар точно так же, как в случае двухъявного потенциала, надо выбрать один минимум. Так как мы очень условно ввели наше альфа, ну, допустим, мы выберем минимум, соответствующий альфа, равный нулю, и после этого все, мы будем сидеть в этом минимуме. И никуда больше с него не вылезем. Значит, как бы, выбираем минимум, ну, допустим, соответствующий альфа, равный нулю, а вместе с ним и определенное пространство состояния, в котором уже не будет симметрии, такой, цинентрической. Все. Давайте посмотрим, каким частицам соответствует теперь Лагранжан изначально. Давайте что сделаем? Возьмем вот это представление модуль фазы, и подставим в наш Лагранжан. Вот сюда. Берем, вместо фи подставляем представление модуль фазы. Где V у нас зависит только от РО, и будет функция от РО. Вот. А вот в эту штуку, то есть в эти производные подставляем фи в виде представления модуль фазы. Ну, и берем соответствующие производные. С учетом того, что вообще говоря, у нас и как бы и ТЭТА может зависеть от РО. Поэтому производные надо аккуратно брать, учитывая, что и ТЭТА у нас от РО может зависеть. Вот. Тогда у нас Лагранжан примет вот такой вот вид. Вот. V от РО у нас как было от РО, так и осталось. Вот. А вот от частей с производными, после того, как вы подставите представление в виде модуля фазы, вот такое, у нас в Лагранжане возникнет два слагания. Одно слагаемое соответствующее квадрату производных от РО уже от модуля фазы, да? А второе слагаемое, вот оно. На самом деле, если посмотреть вот на это слагаемое, то вообще говоря, оно пока у нас описывает взаимодействие. Вот видите, оно квадратично по полю РО и квадратично по полю ТЭТА. ТЭТА теперь у нас по-прежнему будет некое поле. У нас было два вещественных поля, ФИ1, ФИ2. И осталось два вещественных поля, РО и ТЭТА. Все. А вот теперь давайте, наконец, окончательно делать спонтанное нарушение симметрии. V от РО раскладываем вблизи РО равное это по степеням РО штрих, которые РО динуссетта. Вагранжан тогда у нас примет вот такой вот фильм, где, обратите внимание, как бы мы выписали только слагаемое пропорционально уже непосредственно квадратом поле. А членами, описывающими взаимодействие, мы вообще пренебрегли. Ну, казалось бы, вот здесь еще надо дописать. Вот видите, вот эта вот штуковина, она у нас приведет, как бы, значит, возникнет еще здесь плюс, РО штрих на соответствующую квадрат в производных поле ТЭТА. Ну, это слагаемое будет описывание взаимодействия поля ТЭТА с нашим новым полем РО штриха. А мы сейчас будем оставлять от всех лагранжанов только лагранжаны, отвечающие невзаимодействующим частицам. Дай Бог с невзаимодействующими частицами новыми не разобраться. Обставу взаимодействия без проблем, потом написать. Итак, как бы, вот осталось все, что содержит невзаимодействующий лагранжан после спонтанного нарушения симметрии. То есть, вот V от РО, мы проделали с ним тот фокус, который проделывали для однокомпонентного поля ФИ. Вот, значит, разложили его по РО штрих. Вот, как бы, у нас возникла константа независимая от РО штрих. И квадратичное слагаемое по РО штрих, вот, где масса у нас будет, у нас в квадрате просто 2 мюр в квадрате. Ну, то же самое вообще проделали. На уровне потенциала взаимодействия. Вот, теперь давайте смотреть, как бы, если смотрим на лагранжан 24, это квадратичная форма и по полям РО штрих, и по полям ТЭТ. На самом деле, возникло два вещественных поля. Первое поле массивное поле РО штрих. Вот, вещественное поле массивное, нейтральное, потому что оно вещественное. Как бы, и поле ТЭТА. Есть же поле ТЭТА. Есть. Вот. Причем поле ТЭТА без массового. Ну, нету слагаемых, содержащих квадрат самого поля. А есть слагаемые только произвольные квадраты. Содержащие. Вот. И так, как бы, получилось два нейтральных вещественных, как бы, поля РО штрих и ТЭТА. Причем одно из них массивное, а второе без массового. Так вот, оказывается, на самом деле, при любом спонтанном нарушении непрерывной симметрии, у нас обязательно появляются безмассовые частицы, соответствующие угловым переменам. Вот. Соответствующие, как бы, соответствующие частицы, называется Голлстоуном. А то, что обязательно появятся безмассовые частицы, отвечающие угловым переменным, это и есть просто содержание теоремы Голлстоуна. И так, при нарушении любой непрерывной симметрии, обязательно появляются безмассовые поля, безмассовые частицы. Это и есть содержание теоремы Голлстоуна. Так. Без проблем можем обобщить теорему Голлстоуна на случай более высоких симметрий. Ну, допустим, поля Фи имеет N-компонент. Вот. Как бы, такой N-компонентный вектор. Вот давайте его. М в большое обозначим. Вот. Значит, ну, можно в качестве симметрии выбрать, ну, вот некоторые обращения соответствующего поля Фи. Вот такое преобразование S. Нет, S есть матрица N на N. Вот. Как бы, естественно, там, модулярное, естественно, преобразование, по идее, надо унитарным рассматривать. Вот. Итак, Ф у вас, как бы, есть N-компонент вот таких. С матрица N на N. Вот. Как бы. И есть вот такое Лаграм-Жан взаимодействие, где потенциал зависит только от тока от Ро в квадрате. Ну, или от Ро, в данном случае без разницы. То есть от модуля, в неком, в кавычках, поля Фи, вот, которые есть Фи 1 в квадрате плюс там, плюс Фи в квадрате. Вот. Больше ни от чего другого потенциал взаимодействия не зависит. Опять-таки, для поля Фи можем перейти к полярным координатам. Вот. В таких случаях сложнее перейти к полярным координатам, но принцип примерно остается тем же самым. То есть поле Фи надо переписать через модуль, Ро, зависящий, естественно, от координат пространства Митковского, и N-1 угловых переменных. Вот. Вот два этих соответствующих угловых переменных. Там немножечко по-разному можно выбрать. Альфа-Итой обозначим. И пробегает N-1 значение. Вот. Лагранжан в этих переменных будет иметь вот такой вот вид. Как бы вы практически не выбрали независимые угловые переменные, он всегда будет иметь вот такой вот вид. И так как бы у вас вот производных по полю возникнет квадрат производных от Ро, от модуля, и возникнет квадратичная форма производных от угловых переменных. где Тета и Ка, ну, некоторая, некоторая матрица. Вообще говоря, необязательно диагональная. Значит, так, теперь добиваемся, чтобы у нас возникло спонтанное нарушение симметрии. Веотропа прежнему имеет вид, как описали на предыдущем, на предыдущем слайде, то есть одна вторая мю в квадрате Ро в квадрате, плюс одна четвертая, это лямбда Ро в четвертой, где мю в квадрате отрицательное. По-прежнему делаем спонтанное нарушение симметрии, мю в квадрате отрицательное, Ро, у нас возникнет минимум потенциала при Ро равное Этто, вот, то есть вакуумное среднее от Ро есть Этто, вот, а угловые компоненты, теперь с угловыми компонентами разбираемся, ну, во-первых, всегда можно выбрать угловые компоненты так, чтобы их можно было фиксировать, ну, допустим, таким условием, вот, что выбор вакуума, что вакуумное среднее от всех угловых компонентов равняется нулю, и, во-вторых, можно показать, ведь это не так просто сделать, что всегда вы можете угловые компоненты сделать так, чтобы при вакуумном среднем от всех угловых компонентов равных нулю, у вас матрица тета и к превращалась в диагональ, на самом деле просто в дельта-симу, вот, ну, более аккуратно диагональ, ну и тогда Лагранжан уже непосредственно отчитан от вакуума, вот, примет вилд формулы 29, так, вот, где мы уже разложились по рощтрих, отсчитанных от этого, вот, значит, и пренебрегли всеми членами выше второй степени по всем полян, поэтому вот здесь у нас изначально фигурировал, вот видите, ров в квадрате, мы это ров в квадрате заменили на этот квадрат. Вообще говоря, будут плюс еще дополнительные слагаемые, где вот здесь будет фигурировать рощтрих. Мы пренебрегли, потому что у нас угловые перемены, это новые поля, и тогда это слагаемое будет отвечать взаимодействием этих поля. То есть выписали все слагаемые квадратичные по всем полям. Все. Значит, и так вот у нас Лагранжан, отвечающий невзаимодействующим, новым частицам. Видим снова, что у нас появилось одно поле, массивное, отвечающее, ну просто модулю, ρ, отсчитанного от вакуумного среднего, и появилось слагаемое, отличающее n-1 безмассовым полям. Итак, в случае, если у нас, если у нас, более сложная симметрия нарушается, в зависимости от количества компонент поля, у нас появится количество галлстоунов, равное всем угловым компонентам. то есть их будет n-1 штука, если у нас поле n-компонент. Итак, у нас возникнет одно поле, отвечающее скалярному, незаряженному бозону, и возникнут безмассовые поля галлстоуна, их будет n-1 штука. вот это и есть общий вариант теоремы галлстоуна. Важно, что опять как бы нарушили непрерывную симметрию, у нас появились безмассовые частицы. Более того, их будет n-1 штука, где число компонентов поля. Казалось бы, это совсем плохо, вот, потому что мы пока, мы пока не мы пока не добились, чтобы у нас калибровочное поле приобрело массу, вот, а уже наплодили огромное количество новых безмассовых частиц. Они безмассовые, беззарядовые, отражают лишь, как бы, загрестятся полей друг с другом, что ли? Пока, пока мы рассматривали вообще просто одно поле, спонтанно нарушающее симметрию. Вот, ну, за исключением вот там, легкого отступления, когда мы показали, что если фирменные будут взаимодействовать с таким полем, то они могут приобрести массу. А наша-то задача, казалось бы, добиться, чтобы у нас калибровочные поля приобрели массу, так, за счет, не знаю, взаимодействия с некоторым другим полем. Вот, как бы, а главное, чтобы не появились ни физические, безмассовые, другие поля. Потому что, вообще говоря, безмассовых полей в природе, кроме электромагнитного, вот, ну, и еще, вообще говоря, нейтрино, то есть, как бы, безмассовые поля, вещь такая, как бы, они дают это дальнодействие, вот, что, что очень яркий эффект, вот, и, значит, они почти гарантированно были бы видны на эксперименте, а их нет. Значит, плохо, казалось бы, что мы получили такое количество Голстонов. Более того, хорошо известно, что вот и в рамках, правильно мы получили, действительно, при любом спонтанном нарушении непрерывной симметрии должны получаться безмассовые частицы. Простейший пример, ну, допустим, вот опять переход в ферромагнитное состояние. Вот, вы нарушаете симметрию сферическую, так, получается спонтанномагнитный момент, да. Вот, как бы, частицы, отвечающие, отвечающие безмассовым, в этом случае, то есть, Голстоновым, это есть магноны. Вот, причем магноны, они могут быть оптические, могут быть акустические. Так вот, обязательно появятся акустические магноны, которые имеют линейный спектр, то есть, отвечающие безмассовым частицам. То есть, в этом смысле без разницы, фазовый переход, вкладываете или поле, вы рассматриваете, физики конденсированного состояния. Казалось бы, у вас в результате фазового перехода какого-то должно появиться какое-то количество безмассовых полей, а их нет. Так вот, на самом деле, сейчас мы увидим, что ничего страшного, все пока мы правильно получили. Вот, проблема в том, что мы рассматривали просто поле, спонтанно нарушающее симметрию. А нам надо рассмотреть поле, взаимодействующее с некоторым калибровочным полем. Поле, спонтанно нарушающее симметрию, взаимодействие с калибровочным полем, вот здесь вот это не сказано, но надо понимать, с калибровочным полем, отвечающим той же локальной симметрии. Вот калибровочные поля у нас возникают за счет того, что мы требуем, чтобы Лагранжан был инвариантен относительно локальной калибровочной симметрии некоторой. Вот электромагнитное поле у нас возникло, когда мы потребовали локальной калибровочной симметрии относительно группы О1. То есть, чтобы у нас Лагранжан был инвариантен относительно домножения на фазовый множитель в разных точках пространства венков. Сейчас мы будем рассматривать поле, спонтанно нарушающее симметрию. Допустим, группу О1, которая взаимодействует с калибровочным полем, отвечающим локальной калибровочной симметрии этой же группы О1. И сейчас мы увидим, что и Голстоунов не появится, и поле калибровочной массы приобретет. Вот давайте рассмотрим, допустим, взаимодействие скалярного поля Фи, нарушающего симметрию, с калибровочным полем Амю в его простейшем, Абелевом варианте. То есть будем интересоваться калибровочным полем, связанным с калибровочной группой О1. И поле Фи у нас будет спонтанно нарушать эту же симметрию относительно группы О1. Давайте смотреть, что такое группа О1. Группа О1 – это домножение на фазовую множину. Значит, как мы записываем на Лагранжан поле? Итак, поле Фи у нас должно взаимодействовать с нашим калибровочным полем. Как вводят калибровочное поле? А калибровочное поле вводят очень просто, переходя от обычных производных к коварентным производным. Итак, поле Фи вместо ввод части, содержащей обычных производных, мы перешли к коварентным производным. В – чаще потенциалом. Он у нас зависел только от Ру и вообще зависел непосредственно от самих полей, от калибровочного поля в этой части. Ну и, наконец, в Лагранжан мы дописали часть, отвечающая свободному калибровочному полю. Группа О1 – соответствующая напряженность, соответствующих полей определяется просто четырехмерным ротором. Ну а, как бы, вклад Лагранжан – это свертка двух танцоров напряженности. Полная свертка по всем индексам из пространства Генковского. И все. Вот, как бы, легко понять, что вот эта свертка, она будет выдавать нам скаляр. И, опять-таки, не будет зависеть никаким образом от, как бы, ни от координат, ни от чего-то в пространстве Генковского, будет скаляром в пространстве Генковского. А, во-вторых, оно будет скаляром при преобразовании самого поля Амьо. За счет того, что тензор напряженности у нас в ротах и градиентных добавках к полю Амьо его не будет изменен. Все. Вот, Лагранжан такой, он удовлетворяет локальной калибровочной симметрии относительно группы О1 для поля Фи. А еще сейчас мы добьемся, чтобы у нас поле Фи спонтанно нарушало симметрию непрерывную группу О1. Как это добиться? А вы берете потенциал самодействия вот такого вот вида, как мы брали раньше. То есть, если вы вводите, как бы, Фи от Х в полярную систему координат, переходите, то, естественно, вот это вот у вас преобразуется в ν в квадрате от, как бы, умножить на ρ в квадрате делить пополам, плюс λ умножить на ρ в четвертый поделить на 4. Такой же самый потенциал взаимодействия, какой и был раньше. Вот. Ну, теперь посмотрите, вот это представление, переход вот в такую, в полярное представление. На самом деле легко видеть, что он полностью соответствует локальному калибровочному преобразованию. Вот. Мы раньше писали локально-калибровочное преобразование, вот такое. И говорили, что при нем у нас лаграмжан никак, как бы, не будет меняться. Как только мы ввели ковариантное производное, необычное производное. А теперь сравниваем вот это вот, вот с этим. И мы увидим, что переход в полярную систему координат просто, как бы, с точностью до обозначений совпадает с локальным калибровочным преобразованием. Вот, как бы, фаза, зависящая от х, она, как бы, связана с угловыми переменными в переходе в полярное представление. Вот так вот связано. Причем константу Е, кстати, можете вводить, можете не вводить, но чаще всего удобно вводить константу связи в определение, ну, калибровочного преобразования. Так, ну, а фи штрих, вот здесь стоящий, он просто связан с модулем, который мы ввели в полярном представлении для поля фи. А тогда без проблем, вот давайте смотреть, что такое ковариантная производная. Ковариантную производную, ну, вот она у нас имеет вот такой вот вид, да. Когда переписываем фи через фи штрих, вот с помощью вот этого дела, да, вот, как бы, берем производное соответствующее, вот возникает соответствующая производная, да, дополнительная от, как бы, от фазы хи. Так, как бы, тогда у нас окончательно ковариантная производная, действительно, вот, легко видеть преобразуется, преобразуется точно также, как само поле фи, вот видите, как бы, наножитель от ковариантной производной. поворот от ковырятной, поворот от как бы преобразования вот такого, он вынес из ковырятной производной при условии, что само поле А у нас преобразуется за счет градиентной добавки, то есть в Аштрих мы вот прятали лишнюю производную, которая у нас возникла вот в фазе, надо будет вам еще раз главу 2 посмотреть. Ну а теперь мы можем то же самое переписать, вот сейчас мы из калибровочного преобразования писали, вот, а теперь мы можем х заменить на то, что у нас входило в полярных координатах, вот, тогда, соответственно, ковырятная производная у нас будет преобразовываться вот так вот, вот видите, вместо, это мы переписали через угловые переменные это дело, вот, а поле Аштрих преобразуется вот так. Итак, мы можем перейти от, ну то есть пафос-то в чем состоит, мы можем перейти от полей Фи со звездочкой Фи к полю Ро. Так, да? А все угловые переменные, та производная от угловой переменной, которая у нас фигурировала раньше и которая нам давала Голстову, она у нас, вот видите, упряталась в переопределении поля Амюн. В результате, вот смотрите, у нас окончательного Лагранжа при таком преобразовании примет вот такой вот вид. Ну, с учетом того, что у нас, как бы, мы провели калибровочное преобразование, вот, у нас возникли новые поля Амюн, штрих. Они у нас, как бы, по физике дело полностью эквивалентны за счет локальной калибровочной симметрии полю Амюн. Вот, поэтому вообще говоря, дальше мы можем штришки над А вообще убрать, вот, значит, и забыть про штришки на Амюн. Но у нас Голстовуны упрятались в Амюн. Они, вот видите, в Лагранжане не возникли, не, в Лагранжане пропали. Значит, в результате, теперь раскрываем производную, без проблем ее раскрыть, вот, вот, раскрываем производную, обратите внимание, здесь уже РО фигурирует, не полифи, уже однокомпонентная величина фигурирует вещественно, а не комплексно. Вот, как бы, раскрываем часть производной, вот от нее что возникнет. Перекрестные слагаемые выпадают, они с разными знаками идут за счет оптичного сопряжения. Вот, значит, вот у нас окончательно возник вот такой вот, как бы, вот такой вот Лагранжан. Так. Вот. 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 Ну, причем компонента поля Т, вот, угловая компонента исчезла вообще из этого Лагранжана. Так. Вот. Ну, а теперь добиваемся, чтобы было спонтанное нарушение симметрии. Вот. Вот. В от РО у нас имеет минимум при РО равное это. Вот. Раскладываем все по отклонению поля РО штрих. То есть РО от ЭТО. Вот. Раскладываем. Проделываем все, что мы перед этим проделывали. Вот. Вот видите, вот здесь фигурирует РО в квадрате. Мы его заменяем на ЭТО. А. Как бы, там появится опять-таки такой же член, содержащий РО штрих, но мы не пренебрегаем, потому что он будет описывать взаимодействие дополнительное между полем АМЮ и РО. Так. Некоторое взаимодействие. Вот. А мы пока, еще раз говорю, пишем Лагранжан только квадратично по всем полям. Чтобы понять, какие у нас новые частицы не взаимодействующие получились. Окончательно Лагранжан у нас примет вот такой вот ответ. Вот. Ну, там константа, не важна она для нас. А все, все, что зависит от полей, вот оно. Выписано. Да. Итак, на самом деле, у нас был изначально Лагранжан. Давайте смотреть какой. Изначально у нас был Лагранжан. Давайте считать, сколько в нем было полей. Было две компоненты поля ФИН и две компоненты калибровочного поля АМЮ. Так. Так. Вот. В результате. Итого четыре компонента. В результате у нас получился Лагранжан. Вот такой вот Лагранжан. В нем есть, как бы, однокомпонентное вещественное поле. РОЖ-3. С массой. С массой то же самое проделывали, что уже три или четыре раза проделывали. Вот. Значит, у нас есть, как бы, кусок, вот, связанный с бывшим свободным электромагнитным полем. Вот. И появилось еще слагаемое содержащее электромагнитное поле, причем квадратичное по электромагнитному полю. Да. Причем поле АМЮ у нас, как бы, вещественное изначально. Так. Значит, вот, вот, как бы, множитель перед одна вторая и квадратом этого поля. Это и есть просто квадрат новой массы. Так. Итак. Масса нового нашего поля, вот она. Так. И она есть Е умножить на это. Значит, констант связи электрический заряд умножить на вакуумное среднее от поля, спонтанно нарушившего симметрия. Да. Вот. При этом, так, одна компонента поля РО штрих и, на самом деле, три компонента поля А. Почему три компонента поля А? А вот, смотрите, на самом деле, как бы, мы учли, что у нас есть калибровочные варианты, но мы, по сути дела, зафиксировали калибровку. Вот. Мы в качестве градиента выбрали строго ТЭТО. А в качестве ФИ штрих строго выбрали РО. Вот. И более того, совершенно очевидно, что после этого у нас симметрия, это относительно до множения на фазовый множитель пропал. В результате у нас наше новое поле А штрих, которое вот здесь вот фигурирует, оно потеряло симметрию относительно группы О1 тоже. И оно у нас стало не калибровочным полем, отвечающим спину единичкой, а стало просто обычным некалибровочным полем, массивным, отвечающим бозону со спином единичкой, у которого есть три компонента. Итак, как бы у нас поле Амю, значит, кроме бывших двух компонентов перпендикулярных волновому вектору, приобрело и продойную компоненту. То есть наше поле стало просто обычным некалибровочным полем бозонным со спином единичкой. Итак, число компонентов суммарных полей осталось прежним. Одно поле РО возникло и три поля Амю, отвечающие бозону со спином единичкой у нас возникло. Причем поле стало до некоторой степени уже не калибровочным. Оно, конечно, произошло из калибровочного поля, но у нас нарушилась симметрия относительно группы О1. И поле стало отвечать обычному массивному бозону со спином единичкой. Три компонента возникло. Потому что мы зафиксировали калибровку и больше мы ее уже не можем изменить. Больше мы градиентные добавки к полю брать не можем. Понятно этот момент? Но зато у нас количество компонентов, то есть количество степени свободы для некоторых. Какое было, такое осталось. Итак, ситуация простая. Голстоны у нас не появились. Они откалибровались в переопределении поля. Правда, поле за счет этого у нас стало до некоторой степени не калибровочным. Количество компонентов у нас выросло. Поле калибровочное у нас приобрело, бывшее калибровочное у нас приобрело массу. В результате уравнения движения для полей у нас будет. Уравнение клея на гордона для поля РО штрих. Однокомпонентного, незаряженного, массивного. И у нас бывшее калибровочное поле безмассовое приобрело массу. И стало просто полем массивного бозона со спинном единичком. Вот соответствующее уравнение. Называется уравнением прокат. Вот все. Итак, примем в квадрате больше нуля. У нас было два поля. Две компоненты отвечающие заряженным частицам со спинном ноль. А другие две компоненты соответствовали фотону с нулевой массой покоя. И двумя поляризуемостями. А в результате мы получили при мё в квадрате меньше нуля. Когда число частиц осталось прежним. У нас как бы есть одно незаряженное скалярное поле с спином ноль. Вот. И как бы три независимых компоненты векторного массивного бозона со спином единичком. А заодно и от Биллстоунов мы избавились. Так вот, возникновение массы укалибровочного поля за счет взаимодействия со скалярным полем, нарушающим симметрию основного состояния, называется эффектом Хиггса. А вот поле Ро, которое у нас возникло, осталось единственное компонентное. Всего поля, которое спонтанно нарушает симметрию, называется Хиггсовским полем. Ну или Хиггсовским бозоном. Потому что оно завсегда остается одна компонента, отличающая, грубо говоря, модуль. Вот. Это обязательно бозон со спином ноль. Ну, поэтому и называют его, это, Хиггсовский бозон. Да. Вы можете сказать о какой фиг мы электромагнитном поле по массу прописали. Вот. Сказалось бы, в природе не электромагнитное поле без массы. Сейчас мы увидим, когда бьёмся, что электромагнитное поле у нас массу не приобретало. А поля Янга-Милса массу приобретали. Но, с другой стороны, если вы по такой аналогии, как мы делали с фазовыми переходами второго рода. Ну, допустим, вы рассмотрите фазовый переход в сверхпроводящее состояние и напишите не функционал Ландау, а функционал Гинсбурга Ландау, включающий и электромагнитное поле для фазового перехода сверхпроводящее состояние. Вот. 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 Значит, где опять-таки коэффициент А изменяет знак при температуре сверхпроводящего перехода. Вот. Дальше описывать особо не буду. Вот. То немножечко поработав, вы получите для электромагнитного поля, для вектор потенциала электромагнитного поля, вот такое вот уравнение. На самом деле, это статический аналог, как бы, уравнение вот такого. И вот за счет капа в квадрате вот здесь стоящего, ясно, что у нас, по сути дела, фотон приобретает у нас вот такой вот у нас модуля кап, входящего вот сюда. Вот. Таким образом, ну, просто на переход в сверхпроводящее состояние можно смотреть, как на появление массы, как на появление, на эффект Хиггса, на появление массы у электромагнитного поля. Вот. Ну, правда, в его статическом варианте. То же самое, по сути дела, реально и со спектром. Хорошо. Значит, до некоторой степени можно говорить про появление массы у возбуждения за счет перехода в сверхпроводящее состояние. Ну, вот сейчас там, когда массу фирменов заработает, там, может, немножечко про это дело и поговорим. Давайте сделаем легкий перерыв. И теперь проделаем, а дальше проделаем все то же самое сегодня, только с полями Янга-Милса. То есть наша задача добиться, чтобы у нас калибровочные поля за счет группы СУ-2 массу приобрели, а калибровочные поля за счет группы У-1, которая электромагнитное поле, массу не приобрело. За счет взаимодействия с полями, с полем спонтанно нарушающими симметрии. Поэтому наша задача сейчас рассматривать группу СУ-2, что станет немножко громоче, а потом к ней еще дополнительно довесить группу У-1. Поэтому, ну, вот сейчас мгновенно формула станет громоче, вот, ну, и немножечко, немножечко все станет не то, что сложнее, а сложнее себе представить. Переход в полярную систему координат, естественно, для четырехкомпонентного поля, особенно, когда оно возникает из спинора такого, вот, верхняя вещь комплексная, нижняя компонента комплексная, уже гораздо сложнее себе представить, вот. Ну, по формулам можно. Да, с Рома. Вот, вот, как бы, давайте теперь то же самое проделаем с полями Янга-Милса, собственно говоря, для которых мы и хотим получить массу. Вот, значит, естественно, нам надо выбрать поле, спонтанно нарушающее симметрию группы СУ-2, вот, значит, которое взаимодействует с калибровочным полем, которое вызывается локально-калибровочной симметрией той же группы СУ-2. Вот, вот, итак, значит, нам надо выбрать скалярное поле ФИ, которое на самом деле, конечно, является, то есть скалярное оно в том плане, что оно не вектор в пространстве Милковского, но оно либо изовектор в некотором изотопическом пространстве, либо спинор в изотопическом пространстве. То есть для нас будет выгодно дальше выбирать поле ФИ в качестве спинора, ну, для того, чтобы потом, как бы, потом плавно перейти на теорию Вайнберга-Солана. Вот, итак, поле ФИ, которое хоть и скалярное, но на самом деле является спинором в изотопическом пространстве, то есть у него две, вообще говоря, комплексных компоненты есть, верхнее и нижнее в этом спиноре. Итого на самом деле четыре вещества. Вот так, оговорка, а дальше мы это дело уточним. Вот, вот это поле ФИ взаимодействует с калибровочным Ян-Милсовским полем. Сейчас немножечко повторим главу 2, которую, я думаю, вы основательно уже были, поэтому все формулы из главы 2 мы сейчас снова повторим тут в течение одной странички. Вот, вот видите, стрелочка сверху, это говорит о том, что у нас есть три Ян-Милсовских поля, отвечающие, ну, просто трем различным углам поворотов, которые нам описывают поворот, ну, там, в трехмерном пространстве, ну, или три различных параметра группы СУ-2. Значит, как бы, итак, на самом деле у нас до некоторой степени есть триплет калибровочных полей, да, в случае группы СУ-2. Вот, значит, на самом деле, естественно, взаимодействие поля ФИ с калибровочным полем описывается переходом от ДЭМ и ФИ, переходом к кавариантной производной. Вот такого вот вида, где Т, генератор калибровочной группы, дальше мы будем рассматривать спинорное представление группы СУ-2, где генератором являются матрицы Пауни, деленные пополам, вообще, нуля. Это надо принимать в качестве генератора, вот, значит, поле ФИ, соответствующее какому-нибудь мультиплету преобразуется следующим образом. Вот оно преобразуется за счет, за счет, как бы, за счет оператора С, который есть... И, так, ТАУ пополам, вот, вектор, да, уж три мутрицы ТАУ умножить скалярно на вектор, составленный из трех компонентов углов поворота, да. Вот, писали мы это делал счет, здесь, как бы, вот он, генератор, генератор спинорного представления группы СУ-2. Сюда можно вводить константу связи G, можно не вводить константу связи G, пока мы сейчас вот в этом параграфе не будем ее вводить. На самом деле, введение константа связи G, оно просто переопределяет углы поворота, больше ничего. Можно вводить, можно не вводить, на ваше усмотрение. А вот, когда рассматриваются частицы с разными зарядами, или с разными зарядами, вот, слабыми, с разными, так сказать, и за спинами разными по величине, тогда надо обязательно вводить константу связи сюда, ну, чтобы видеть, что, там, частицы с два, допустим, губ по диску группы У-1, в два раза больше заряд, в два раза сильнее подорнется все. Понятно, да? То есть, почти всегда вводить сюда константу связи. Ну, но принципиально, если у вас, как бы, все одинаково, заряжена одинаковая константа связи, то большой роли не играть. Можете вводить, можете выводить. Дальше. Двигаемся. Вот, давайте посмотрим, чему соответствует тогда кавариантная производная. Как она преобразуется под действием вот такого преобразования. Ну, чтобы получить еще раз формулу для, насчет того, как преобразуется само калибровочное поле. Вот, кавариантная производная. Вот она, вот, подставляем вместо Фи, С на Фи штрих. Вот. И берем, как бы, соответствующую кавариантную производную. Вот это дело расписано. Вот, производная взята. С учетом того, что у нас и С может зависеть от углов поворота. Вот, поэтому и от него надо брать производную. Так, вот, как бы, часть, возникшая от того, что производная у нас кавариантная. Давайте вынесем С сюда, оператор С. Там, где он сюда, в левую сторону напрямую не вылезает. Вот, ну, скомпенсируем его С минус первый. Да? Вот, вроде бы все проделано. Так. Вот. Нам надо, что, что такое кавариантная производная? Которая преобразуется, как само поле Фи. Значит, теперь нам необходимо, чтобы вот это стало новой кавариантной производной. Правда? Да? Ну, тогда ясно, что Дмю Фи, это есть С на вот эту вот, вот такую вот штуку. Вот. Где Дмю мы оставили, как было. А все остальное, вот эту вот лишнюю добавочку, упрятали в переопределении нашего поля Амю. В результате поля Амю у нас преобразуется вот по формуле 54. Собственно говоря, нам общее преобразование не очень интересно. Нас интересуют, интересуют инфинитозимальные преобразования. Нам, вообще говоря, их достаточно. Поэтому давайте посмотрим, чему будет соответствовать С при малых преобразованиях. То есть, в маленьких углах поворота. Вот. Раскладываем С с точностью долинейных по Омега членов. Вон он на доске С написан. Да? Раскладываем экспоненты без проблем с точностью долинейных членов. Вот оно. Вот. И давайте, видите, формула 54, она достаточно сложная. Поэтому давайте с отдельными частями в случае инфинитозимальных преобразований поработаем. Сначала первое слагаемое. Посмотрим, чему оно соответствует. И наша задача – множитель Т сюда вытащить. От скалярного произведения. Без проблем. Смотрим как бы Т на А в обкладках из преобразования С и С-1. Подставляем С – это вот эта вот штука. С-1 точно такая же, только вот здесь минус будет. Правильно. О подставляем. Тут у нас возникнет коммутатор. С разными знаками соответствующие при перестановке войдут. А коммутатор, коммутатор генераторов для группы СУ-2 мы просто знаем. Вы можете коммутатором для матриц Пауни воспользоваться. На самом деле для всех этих групп СУ-2 у нас так будет, что в из-векторном представлении, что в спинарном представлении. Вот. Подставляем сюда для коммутатора Т как бы соответствующую вещь. Мы мгновенно получаем вот окончательный результат. Т, кстати, здесь можете переставить влево. Это скалярное произведение стоит. Да? Вот. Все. Теперь еще осталось второе слагаемое. Без проблем подставляем. С. Вот в таком вот виде. С минус первое. Без проблем находим вот соответствующий результат. Опять Т у нас слева получится. В результате А у нас будет преобразовываться вот так. В самом деле формулу мы эту выводили. Вот еще раз мы ее обвозили. Просто чтобы немножечко наполнить. Итак. В случае полей я обгонился. С учетом того, что они не Аберева, кроме градиентной добавочки, еще возникло, вот видите, дополнительно поворот векторами. Так. Теперь тензор напряженности полей я обгонился. Вот. Как бы вот мы его выписывали. Кроме ротора еще возникла вот такая добавочка, уже квадратичная по самим халибровочным полям. Что опять-таки есть следствие необиливости. И оно сразу говорит, что у вас между собой взаимодействуют калибровочные поля. Даже когда у вас нет свободных калибровочных поля, я обгонился тоже между собой взаимодействуя. То есть они сами по себе слабо заряжены. Вот. Вот за счет вот этой добавочки. По той простой причине, что когда вы возьмете в отмечательном огрыжании свертку и скалярное произведение двух таких тензоров, вот, то вы безусловно получите нечто четвертой степени по полям. Что говорит о самодействии поля. Понятно, да? Вот. Как бы на самом деле формулу 58 вы получали исходя из требования, чтобы вот этот вектор в изотопическом пространстве преобразовывался как вектор при поддействии группы Су-2. То есть он преобразовывался вот так, как записано в формуле 59. Как обычный вектор в изотопическом пространстве. Поэтому стрелочка вот эта вот над тензоровой напряженностью, она имеет смысл вектором. Стрелочка над АМЮ, она не имеет смысла вектором. Она просто говорит, что это триплет полей. Сам АМЮ не преобразуется как вектор. Потому что к нему, вот видите, еще идет градиентная добавка. То есть он не есть вектор, а он есть просто такая. Если я скажу трехкомпонентная величина, то это вот неправильно. Это просто три поля. Каждый из которых, вообще говоря, с учетом того, что они калибровочные, имеет две независимых компонента. Поэтому насчет количества компонентов надо более аккуратно говорить. Вот. Ну и он огрожал свободных полей, я угомился. Вот имеет вот такую ответ. Кстати, если вы сравните с главой 2, то вы увидите, что немножечко поменялись коэффициенты. Вот видите, по-моему, в главе 2 у нас здесь стояла единица на 16π с минусом. А здесь стоит единица на 4. Это говорит о том, что на самом деле во всей этой главе, я про это забыл поменять, когда мы электромагнитное поле рассматривали сейчас только что, во всей этой главе мы работаем в системе единиц химисайдах, где у нас лишних 4π нету в уравнениях Максвелла, зато лишние 4π появляются в законе кулона. Соответственно, вот поэтому коэффициент вот здесь на 4π изменился. И в такой системе единиц, в системе единиц химисайд, Е в квадрате не одна сто тридцать седьмая, а одна сто тридцать седьмая умножить на 4π. Аккуратно, ну ладно, там когда будем оценочной формулой, мы там это дело вспомним. А так просто коэффициент изменился здесь. На самом деле, когда такую систему используют, когда систему Гаупса используют. До этой главы мы в основном использовали систему Гаупса. Так, теперь конкретизируем поле φ. Так как мы уже выбрали спинорное представление, ясно, что поле φ у нас спинорное. Так вот, как бы это столбец из двух компонентов. Каждый компонент, там вообще говоря, может быть комплексным. Вот давайте их выберем комплексными. Вот поле φ преобразуется следующим образом. Вот видите, в этом параграфе мы уже ввели константу G в определение. Вот, то есть, ну немножечко омеги изменили на соответствующую константу G. Вот, тогда для малых омега, как бы, S имеет вот такой ответ, для ицинитозимальных преобразований. Вот, всё. Ну и давайте запишем суммарно Лагранжан всей системы наших панель. Итак, Лагранжан. Вот, как бы, изначально Лагранжан клееного гордона мы производные заменили на ковариантные производные. Вот, определяющиеся вот такой вот штукой. Значит, что ещё сделали? Пока были вводные формулы, просто переписаны из главы 2, но в системе Единиц Хивисайда. Вот, потенциал самодействия поля Фи самого на себя, вот, который имеет точно такой же вид, как мы всё время перед этим писали. Просто обратите внимание, поле Фи теперь вот такой вектор столбец. Поле Фи со звёздочкой – это такая же вектор строка, вот, как бы, только комплексно сопряжённых компонентов. Понятно, да? Ну, и вообще говоря, они между собой перемножаются. Ну, чтоб вы понимали, что это не, как бы, не два комплексных поля, а два спинора между собой перемножаются. Ну, и точно так же, как бы, слагаемые четвёртой степени по полям. Вот. Так, если мы возьмём Мё в квадрате отрицательное, то 1265 имеет минимум при Фи со звёздочкой на Фи, равное 1 вторая Эта в квадрате, где Эта в квадрате для неё прежняя получается, да? Вот. Вот. Значит, вакуумное состояние бесконечно кратно вырожденное. Здесь уже картинку так просто не нарисуешь, потому что аж четыре формально вещественных компоненты есть у поля. Но мы должны выбрать один определённый вакуум. Вот. Давайте выберём вакуум таким образом. Вот от четырёх компонент остаётся одна. То есть у нас спинор имеет вот такой вот вид, верхняя компонента нулевая. Здесь Эта, это уже вещественная величина равная. 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 Вот. Вот такое вот что-то. Вещественное имя. Вот. Значит, давайте попробуем записать какой-то аналог перехода в полярную систему координат. Вот. Значит, аналог перехода в полярную систему координат вот здесь записан. Значит, как бы, вот дальше проведено то, что мы многократно делали. Это разложение вот этой экспоненты в ряд Тейлора и использованы свойства матриц Пауэлли, что они предомножение на единичный вектор. То есть чётная степень n на tau вам даёт единичку, любая чётная степень. Любая нечётная степень n tau вам выдаёт просто n tau в первой степени. Вы знаете, раскладываете экспоненты в ряд Тейлора и вы получаете вот следующий ответ. Это ладно. Где φ' это просто вот такой вот спинор. Где ρ естественное вещественное величие. Итак, это некий аналог перехода в полярную систему координат. Где мы на самом деле четыре компонента поля φ переписали через ρ и три угловых компонента. Где вектор, вот это кривое. Он описывает угол поворота вокруг единичного вектора m. А как бы единичный вектор n его можно определить ещё двумя углами. Тета и φ. Ну то есть как бы четырёхкомпонентная величина. φ1, φ2. Где φ1 и φ2 комплексные величины. Вот. Значит, факторизуется, ну или параметризуется с помощью четырёх вещественных функций. ρ, θ кривое, θ и φ. Где θ и φ это полярные углы, определяющие направление вектора m в изотоп пространстве. Вот. А θ кривое, оно определяет угол поворота вокруг этого вектора m. В результате, в общем, произвольное поле φ четырёхкомпонентного, вы вот можете всегда представить вот в таком вот виде. Вот. Так. Вот. И тогда, ну грубо говоря, вакуум на нашем предыдущем языке, он просто отвечает тому, что вы, как бы, вы выбираете, ну просто, ρ вакуумное среднее есть это. Вот. А все угловые переменные средние от них вакуумные, это есть ноль. Ну вот, подставите все угловые переменные равные нулю сюда, вы как раз и получите φ вот в таком вот виде. Все. Вот. Ну то есть, как бы, вот можно подобрать переход в полярную систему координат, параметризующие просто, как бы, наше поле φ через, ну, некоторые условно ρ и три угловые переменные. Вот. Оно здесь, естественно, сложнее, чем в случае обычной полярной системы координат. Да. Вот. Ну а теперь легко увидеть, что переход в полярную систему координат 68, оно с точностью до переобозначения полностью соответствует калибровочному преобразованию из формулы 62. Ну то есть, опять, как бы, та же самая, ту же самую вещь мы проделываем, мы стараемся упрятать все, зависящее от угловых переменных, в переопределении вектор потенциал. Ну, как бы, с точностью до того, что здесь это стало просто немножко громоще, а больше ничего. Идеологически абсолютно все то же самое. Итак, 68, тождественно, просто 62, вот, с точностью до того, что омега отличается от тета-кривой, а на коэффициент g. Потому что мы в определении, ну, вот, в определении калибровочного преобразования, которое написано на доске, еще не виды дополнительной константы 6. А не вводили бы, так они вообще были бы полностью приводят. Вот, значит, тогда лагранжаный вариант относительно таких преобразований, вот, имеют в виду, вот такой. Где, вот видите, вот здесь вот это вот уже РО, РО, которое вот сюда вот входило. Вещественные нижние компоненты спина, вот, вещественные нижние компоненты спина, вот, а не четырехкомпонентная величина. Вот, как бы, потенциал самодействия у нас изначально от РО увеличил, вот. Но у нас эти... Ковариантные производные теперь штрихованными стали, потому что мы зафиксировали, зафиксировали калибровку, вот. Значит, и, естественно, штрихованными у нас стали, штрихованными у нас стали тензоры напряженности соответствующих полей. Вот, так. Ну, вроде как, вроде как все. То есть это проделано все с учетом того, что фи штрих у нас вот имело вот такой вот вид. И мы провели, по сути дела, калибровочное преобразование вот такое. С точностью до того, что вот это кривое, оно у нас есть, как бы, оно у нас есть омега умножить ножа. Все. Значит, это точно так же, как в случае электромагнитного поля с точностью до переобозначения все делается. Дальше делаем абсолютно то же самое. Дальше делаем абсолютно то же самое. Считаем, что поле у нас, ну, во-первых, раскладываем ковариантные производные. Вот. Они у нас имеют вид дмю плюс добавочка, зависящие от поля калибровочного. Вот. Как бы, опять-таки, у нас перекрестные члены, содержащие производную ямю, они полностью сокращаются. У нас возникает от ковариантных производных вот такая вот форма. Вот. В от Ро у нас вот поле, спонтанно нарушающее симметрию. Ну, а эта осталась просто неизменная часть, отвечающая свободным полям Ямга-Милса. Ге. Эш-меню у нас уже не просто Ро, а с добавочкой некоторая Ро. Да? Вот. Значит, давайте теперь произведем спонтанное нарушение симметрии. То есть опять разложим потенциал по степеням Ро штрих отклонения Ро от вакуумного среднего, которое у нас стало конечным. Это оно у нас стало равно. Вот. Тогда для Лагранжана возникнет вот такой вот результат. Вот. Смотрите, что у нас произошло. Ну, вот эта вот часть плюс поле, спонтанно нарушающая симметрию. Вот он у нас выдал Лагранжан-Клейна-Гордона с массой частичек, как бы равная 2 мёв в квадрате. Точно так же было уже 4 раза в предыдущих случаях. Вот. Вот. В этом слагаемом мы Ро заменили на его вакуумное среднее. В результате поля Амю у нас приобрело массу. Сейчас мы как бы опишем соответствующую массу. Так. Тензоры напряженности. Они у нас каждый тензор напряженности содержал слагаемое не только линейное по Амю, не только ротор от Амю, но еще квадратичное по Амю. Вот. Всеми квадратичными по Амю членами пренебрегают, потому что мы сейчас пишем Лагранжан, который квадратичен по всем планам. Поэтому, вот видите, нолик здесь появится. Мы всеми взаимодействиями пренебрегли, пока наплевали на то, что у нас поля Янга Милса, они сами по себе заряжены с лам. На самом деле можно было плюсы здесь все дописать, но это слагаемое описывающее взаимодействие. Нам важно понять, какие у нас не взаимодействующие частицы есть. В результате тензор напряженности нулевой, это просто ротор. Ну и наконец последнее, слагаемое описывающее массу наших новых полей Янга Милса. Поля у нас вещественные. Значит, они у нас, как бы в этом случае здесь должна стоять коэффициент 1 2 и масса в квадрате. В результате на самом деле здесь стоит 1 2 умножить на 1 4 G в квадрате, но это в квадрате. Но отсюда масса наших полей Янга Милса. Вроде бы все очевидно. Итак, как бы снова считаем, считаем компоненты, которые у нас были до полей и компоненты того, что у нас появилось после. До спонтанного нарушения симметрии далеко листать назад. Итак, у нас было поле Фи, у которого было 4 компонента. То есть это был спинор, 2 как бы компонента. Но каждый из них комплексный, этого 4 компонента. И было 3 триплет, то есть 3 поля калибровочных, каждый из которых имеет 2 поперечных компонента. То есть было 6 компонентов калибровочного поля. В результате того, что вот у вас спонтанное нарушение симметрии для поля Фи произошло. У вас окончательного генджа имеет вид вот такой. От поля Фи у нас осталась одна компонента. Модуль, грубо говоря, у нас остался. И так это есть просто незаряженная, потому что вещественная эта компонента. А не комплексная. Незаряженный скалярный бозон. То есть бозон со спином 0. Одна компонента поля осталась. А в поле АНЮ у нас теперь возникло не 6 компонентов, а 9. Потому что у нас возник триплет как бы 3 компонентных поля. Три компонента поля будут, потому что они уже не будут калибровочными. Мы калибровку зафиксировали. Больше калибровочной вариантностью. Пользоваться нельзя. Но, правда, за счет этого поле у нас стало массивным. В этот выбор калибровки у нас просто упрятались все наши галстолы, которые бы так возникли от угловых компонентов изначального поля. А так они бы у нас упрятались в выбор калибровки нашего бывшего калибровочного поля. Итак, полей новых калибровочных у нас стало 3 штук. 3 по 3, 9 штук. Был у нас 10 компонентов. 4 плюс 6. А стало 10. Снова компонент 1 плюс 9. Итак, вот. Новые поля Алю, поля Янга-Милса, это у нас есть триплет. То есть три бозонных векторных поля. Три поля бозона со спином единичкой. Причем бозоны эти стали массивные. Определяющаяся масса у них определяется формулой 75. Калибровочная инвариантность теории при этом, конечно, сохранилась. У нас изначальный логоножан вполне локально калибровочная инвариантность относительно группы СУ-2. А то, что у нас основное состояние теперь стало не симметричным относительно группы СУ-2, ну так произошло спонтанное нарушение симметрии, которое привело к тому, что состояние, получившееся в результате стало уже не калибровочно, не симметрично относительно группы СУ-2. В этом смысле все нормально. А логоножан у нас какой был, такой и остался изначально. Так. Все. Вот. Просто проблема заключается в том, что ясно, что у нас поля вот Янга Милса теперь массу приобрели, но казалось бы, нам нужно еще как-то ввести электромагнитное поле, которое у нас массу не должно приобретать. На самом деле без проблем. Вернемся к начальному логоножану. Вернемся к начальному логоножану. Вот. Вот. Теперь попробуйте сказать, какая у него еще симметрия есть дополнительная, кроме той, которую мы с вами уже рассмотрели. Вот. Пока мы рассмотрели с вами симметрию относительно вращения вот этого спинора. Вот. Изменяем вот эти вот компоненты. А еще какая симметрия где есть? В выгружании. Ну, в выгружании должна быть какая-то глобальная симметрия. Если мы потребуем локальной такой симметрии, то появится еще одно коллижировочное поле. Ну, наверное, можно догадаться с учетом того, что... Я сейчас что-то стал говорить про электромагнитное поле. Электромагнитное поле какой симметрии соответствует? Один. Один. Домножение на фазовом множителе. Домножение на фазовом множителе. Вот, как бы, совершенно очевидно, что есть глобальная симметрия такая. Если вы фи домножите на произвольный фазовый множитель, конечно, одинаковую ту и другую компоненту. Правильно? Вот. На одинаковую фазовую множитель. То тогда совершенно очевидно, что у гружан у вас не изменится. Правда? Фи со звездочкой. В зависит изначально от фи умноженное на фи со звездочкой. Так, как бы, эта штука, она вообще вещественная, вообще никак от фазы не зависит. И, как бы, ее вообще поле фи не содержит. Так. И так, значит, совершенно очевидно, у гружан у него реально относительно глобального домножения на фазовом множителе. А мы можем потребовать локальной такой симметрии и у нас появится еще калибровочное поле, связанное с группой О1. Только вы неправильно думаете, что это будет в чистом виде электромагнитное поле. Природа оказалась устроена сложнее. Это не есть в чистом виде электромагнитное поле. Вот давайте смотреть, что будет происходить. Значит, все было бы просто, если бы электромагнитное поле соответствовало в чистом виде группе О1, а поля Янга-Милса соответствуют в чистом виде группе СУ2. На самом деле это не совсем так. Вот давайте. Мы хотим объединить теорию слабого электромагнитного взаимодействия. Значит, причем нужно обеспечить массивность векторных бозонов. Слабых бозонов. Вот, как бы, значит, но электромагнитное поле должно сохраниться без массы. Вот, как бы... Итак, смотрим на логранжан. Видим, что январян ФИ со звездочкой на ФИ. Вот. Он автоматически обладает дополнительной симметрией. Вот, на самом деле, относительно группы О1. То есть мы можем поле ФИ домножить на фазовую множитель. Естественно, мы будем требовать локальной калибровочной симметрии. Поэтому мы домножаем на фазовую множитель. Вот, где фаза может быть произвольной функцией от координат пространства Минковского. Вот. А с другой стороны мы можем домножать вот на то преобразование, где тоже Омеги, тоже произвольная функция координат пространства Минковского. Вот такое преобразование. Это есть, как бы, суммарное преобразование, где общая группа симметрии вот такая. Есть, ну, прямая сумма групп СУ2 и группы О1. Значит, итак, у нас есть наличие дополнительной абелевой симметрии относительно группы О1. Это означает, что частицам поля ФИ можно приписать, кроме изоспина, связанного с симметрией относительно группы СУ2, еще и, ну, некоторый абелево-калибровочный заряд и, соответственно, абелево-поля калибровочный, который мы обозначаем ВНЮ, потому что из дальнейшего будет видно, что это не есть элементомагнитный пол. Вот. В результате полная симметрия, рассматриваем модели, соответствует инвариантности относительно калибровочного преобразования вот такого вот вида. Окончательное преобразование выписано. Мы можем домножать на произвольный фазовый множитель. Здесь мы ввели константу F дополнительно. Вот. Немноточку переопределили фазовый множитель. И одну-вторую множитель. Ну, это просто нам переопределить, как мы фазово определяем, да? Вот, как бы, и уже знакомое нам только что мы проделывали все с поворотом в изотопическом пространстве, да? Все, что связано с преобразованием за счет группы СУДА. Вот так у нас есть, как бы, мы можем и на это домножить на фазовый множитель. Можем повернуть в изотопическом пространстве. Они у нас независимые параметры. Вот. И константы связи, в принципе, разные могут быть, да? Давайте теперь Лагранжан запишем, который соответствует такой теории. Вот. Теперь у нас, естественно, в ковариантное производное что-то войдет и от полей, связанных с группой СУДА, и от поля БНУ, связанного с группой ОДИ. Да? Вот, как бы, и Лагранжаны свободных полей у нас будут, Лагранжаны свободных полей, связанных с группой ОДИ. Лагранжаны свободных полей, связанных с группой ОДИ. Прекрасно. Значит, итак, ковариантное производное. С учетом, то есть, вот в экспоненте у нас такая прямая СУДА просто стоит. Будут иметь вот такой вот ИД. Вот у нас добавочка, связанная с группой ОДИ. Вот у нас добавочка, связанная с группой ОДИ. Достаточно очевидно, ковариантное производное получилось, да? Вот, как бы, тензор напряженности F мы уже выписывали. Это в чистом виде, ну, то есть голые фона, калибровочные группы СУДА. Мы их уже выписывали. Ну, а это тензор напряженности, связанный с полем, с полем ОДИ. Вот, как бы, мы его тоже многократно выписывали. Это в чистом виде РОТО в четвертмер. Дальше мы можем проделать абсолютно все то самое, что мы на двух предыдущих слайдах проделали. То есть, взять, спонтанно нарушить РОТ, взять и ввести прежнюю полярную систему координат. В чем, обратите внимание, у нас РОТО вещественное в чистом виде было. То есть, в том числе и доможение на всякие фазовые множители мы тоже учитываем. Вот, изменение комплексности. Поворот в комплексную пространство мы тоже учитывали в этом, при переходе в полярную систему координат. Правда ли? Вот. Значит, все абсолютно то же самое проделывается. Просто теперь у нас, вот видите, в квадратной производной вот такая добавочка появилась. Вот. И она и будет сохраняться. Да. Как бы. Ну и еще вот эта вот добавочка появилась, которая, как бы, вообще не зависит от поля ФИ. Поэтому всякие преобразования с полем ФИ на нее вообще никак не скажутся. Все. Поэтому, как бы, сейчас мы выпишем сразу же конечного гаража, вот, после совершения спонтанного нарушения симметрии. Вот. Естественно, уже с массивными калибровочными полями. Только давайте совершим линейное преобразование над полями. Вот. Давайте перейдем от трех калибровочных полей, отвечающих группе СУ2 и одного калибровочного поля, отвечающего группе У1. Сделаем над ним линейное преобразование. Перейдем к четырем полям немножечко другого характера. Вот. Давайте определим поле W. Обозначения уже становятся вот такими, более понятными. Которые есть комбинация первого и второго поля, связанного с группой СУ2. Первый и второй компонент. Поле W комплексное. Содержит две компонента. Вот. Комплексное, значит, заряженное. Так. Поле Z, в котором перемешана компонента третьего поля, связанного с группой СУ2. И поле, связанное с группой У1. И, как бы, поле Аμ, в котором тоже перемешаны третье компоненты и поле ВМ. Ну. Где тангенс угла Альфа. Вот. Того угла, который вот здесь в коэффициентах фигурирует. Определяется отношением констант связи. Вот здесь. Константы связи, связанные с группой У1. И константы связи, связанные с группой СУ2. Вот. Вот. Агенс Альфа вот просто есть прямое отношение. Это G. Вот. Тогда, соответствующие синусы и косинусы, сюда входящие, вот и линейный, вот такой вот. Вот. Всё. Да? Вот. Можем совершить такое линейное преобразование. Можем совершить такое линейное преобразование. Пожалуйста. Вообще любое линейное преобразование. Какое хотим, такое можем совершить. Просто сейчас будет видно, что поля W, Z и амин имеют правильный физический смысл. Это те самые наблюдаемые поля, которые мы видим в качестве двух слабых бозонов, заряженного W и нейтрального Z и электромагнитного поля амин. Давайте убедимся в этом. Итак, после совершения всех преобразований по поводу спонтанного нарушения симметрии, мы получим окончательно вот такой вот Магранжан, формула 84. Это все можно, в принципе, без проблем проделать. В общем, наверное, это и надо было проделать, но мы уж больно многократно это проделывали, поэтому сразу же приведем конечный результат. Итак, давайте смотреть на Магранжан. Вот это все у нас остались компоненты не угловые, то есть компоненты связаны с модулем. Нижняя вещественная часть из нижней компоненты спинора, которую мы называем модулем от спинора. Так, как бы все угловые компоненты у нас упрятались в переопределении калибровочных полей. Естественно, Лагранжаны, связанные со свободными калибровочными полями, у нас остались неизменными. Мы над ними никаких операций не производили. Обратите внимание, чудесным образом, вот сюда, в квадратные скобки, у нас вообще не вошло поле Амю. Собственно говоря, мы так и подбирали, как бы линейное преобразование, чтобы отобрать в поле Амю все, что не выдаст нам, все, что у нас не взаимодействует, по сути дела, с полем Хиггса. То есть, мы, у нас оказалось, что какая-то часть калибровочного поля с полем Хиггса не взаимодействует. Вот. И мы отобрали, произвели такое линейное преобразование, чтобы в поле Амю отобрать все, вот, что у нас не взаимодействует с полем Хиггса. И так, как бы, после совершения вот такого преобразования, вот смотрите, у нас поле W с полем Хиггсом взаимодействует, поле Аз с полем Хиггсом взаимодействует, вот, а поле Амю с полем Хиггса не взаимодействует. И, соответственно, массу не приобретает. Это четко видно, если вы, наконец, произведете непосредственно спонтанное нарушение химии, пока мы просто упрятали угловые компоненты в переопределении калибровочных полей. А теперь произведем спонтанное нарушение химии, тогда у нас от V от R Останется, вот, мы перейдем к полям, отчитанным от вакуумного среднего, да, вот, R у нас заменится на R' от всего, от всего самодействия у нас, если мы пренебрегаем самодействием новых частиц, останется квадратичная форма по R' уже отсчитанная от, от минимума потенциала, то есть от, от вакуумного среднего, от ЭТО, вот, в результате мы получаем, ну, просто клейно-гордона, вот, как бы, для однокомпонентного незаряженного поля R' то есть вот эта вот часть, связанная с Хиггсовским бозоном в чистом виде, ну, мы получаем часть, связанную со свободными, со свободными калибровочными полями, это вот эта вот штука опять, оставляя только слагаемые, слагаемые, квадратичные по полям, пренебрегая полностью взаимодействием между полями, так, вот, как бы, будет для бозона W, вот будет для Z бозона, вот будет для электромагнитного поля, для свободного. Ну и, наконец, вот от этой квадратной скобочки, вот, мы R' перед ней заменим на вакуумное среднее, получим вот два слагаемых квадратичных по полю W и квадратичные по полю Z. Естественно, коэффициенты перед ними выдадут нам соответствующую массу W бозона и массу Z бозона. Вот, давайте смотреть. Так, давайте сначала Z бозоном смотрим. Z бозон, вот, он у нас нейтральный, вещественное поле, вот, значит, перед ним должно стоять одна вторая, вот, и масса в квадрате. Значит, будет и так G с тильдочкой в квадрате, на это-то в квадрате, на 4, и корешок из этого дела, вот, будет для Z бозона G с тильдочкой умножить на это-то поделить на 1. Правильно? Правильно. Для W бозона, он у нас комплексный, значит, поле комплексное, значит, заряженное, ну и в природе он заряжен, с зарядом единичка, вот, как бы, плюс и минус для частиц и айтичастиц. Вот, как бы, значит, здесь просто масса в квадрате в качестве коэффициента стоит для комплексных полей. Вот, все, берем корешок из этого дела, получаем G умножить на это пополам. Раз, раз, так, все. Итак, теперь вспоминая, что G с тильдой отличается от G на космус альфа, вот, можем найти связь между массой Z и W бозона. Это космус альфа. Значит, W бозоны, раньше нашли и определили их массу, чуть-чуть попозже, там, в 72-м году, вот, Z бозон экспериментально экспериментально выделили и определили его массу. Значит, соответственно, космус альфа сразу нашли. Так? Все. На самом деле, есть другие косвенные эксперименты, позволяющие альфа. Угол альфа выходить. Вот. Из линейного преобразования вот такого. Вот. Так. Легкое отступление. Вот смотрите. На самом деле, на самом деле, когда, если чисто формально, все рассмотрение, которое перед этим мы ввели, мы говорили, но электромагнитное поле, это поле, связанное с группой, с группой О1. Так? Как бы, там, слабые калибровочные бозоны у нас связаны с калибровочные поля, связаны с локальной калибровочной симметрией относительно группы ЛСУ2. Вот. Если же вы посмотрите вот на это дело, то легко понять, что электромагнитное поле, это есть поле, не совсем соответствующее группе О1. Вот. Как бы, и W, и Z бозоны, это не совсем есть поле, соответствующее калибровочному полю, связанному с группой СУ2. Вот. А и те, и другие поля есть некоторая, некоторая смесь, и того, и другого. Вот. Вот. Видите? Вот. Как бы, амю, это смесь, компонент, как бы, поля, связанного с группой СУ2, и поля, связанного с группой О1. Точно так же и Z-мю, это, как бы, смесь, да, этих двух, двух полей. По той простой причине, что фундаментальный заряд, аддитивный, вот, связанный с группой О1, он не есть электрический заряд, это будет видно из дальнейшего. Значит, а, соответственно, спин, ну, вот так, формально, если приписать изоспин, приписанный к полям Б, мю, и, дубль, В, он не есть фундаментальный изоспин, который реально фигурирует в природе, проявлением которого является, вот, как бы, проявлением которых является некоторая смесь полей до БВ и ИЗ. Вот так отступление, чтобы мы не удивлялись некоторым дальнейшим формулам и появлением, ну, таких, других аддитивных зарядов и других как бы изоспинов, которые являются фундаментальными, но которые не связаны с физическими полями, которые при естественных энергиях мы наблюдаем. Так, давайте попробуем придать некоторый смысл, ну, вот, мы ввели две константы, Ж и Ф. Фиг его знали, как эти константы связаны реально с электрическим зарядом и с чем-то и с слабым взаимодействием. Ну, давайте хотя бы с электрическим зарядом определимся. Давайте, вот, смотрите, поле W это у нас смесь первой и второй компоненты поля Амин, связанной с группой СУ2. Да? Вот, давайте попробуем отобрать в тензоре напряженности компоненты, которые содержат лишь поле W. Можно отобрать такие компоненты, вот, берете, ну, грубо говоря, первую и вторую компоненту тензора напряженностей мю-мю. Вот, и смотрите, действительно, она у нас связана с полем W. А вот, вот, те коэффициенты, которые стоят перед полем W, им можно придать смысл ковариантных производных. Причем, они у нас, вот, если вы вот такую вот вещь вот бьете, из тензора напряженностей полей, ну, условно говоря, Янг и Милс, вот, то, тогда ковариантная производная будет иметь вот такую вот формулу 88. Не проделываем вычисления, ну, просто тензор напряженности определения, вы его видели, надо взять соответствующее производное, соответствующие компоненты отобрать, вот, взять соответствующее производное, вы получите такой результат, где в Дмю и упрятано вот все, что записано в формуле 88. Так, теперь смотрим на формулу 88 и формулу 87. Ну, первое производное, это очевидно, производное, которое бы возникло вообще в отсутствии всех, всех полей. А вот эти добавочки нам определяют как поле Амю взаимодействует с полем W. А эта добавочка определяет как поле Zмю взаимодействует с W. Амю мы договорили, что мы дальше будем считать вот это поле электромагнитным. Так, да? Как бы взаимодействует с W. Вот здесь должна стоять константа связи взаимодействия поля Амю с полем W. Причем известно из эксперимента, что поле W заряжено зарядом с единичкой. В единицах элементарного электрического заряда. Вот. В результате на самом деле вот эта константа G умножить на синус альфа. Это и есть заряд Е. Чуть-чуть попозже мы и может быть более наглядно в других местах этого видео. И так G на синус альфа вот здесь состоящий так как она входит просто в кавариантную производную и описывает по сути делу взаимодействие поля W с электромагнитным полем. это и есть просто электрический заряд и так электрический заряд это G умножить на синус альфа угол альфа уже я привел пример как из эксперимента константу альфа значит и синус альфа мы можем сосчитать значит соответственно зная E можем найти константу связи G все а с учетом того что таггенс альфа это у нас отношение F к G то мы можем найти константу F и так реально уже из этих формул мы уже можем воспроизвести из эксперимента и константу F и константу G которые являются внутри более фундаментальным чем электрический заряд хорошо на самом деле теперь важный вопрос мы когда писали вот эту лагеринжав мы не писали дополнительные члены которые описывают взаимодействия но может казалось бы так получиться что там получатся такие взаимодействия что теории будут не перенормированы на самом деле во-первых анализ тех членов взаимодействия показывает что перенормирована теория получается да и на самом деле про это говорит изначально лагеринжав который у нас был по той простой причине давайте смотреть допустим перенормированность квантовой электродинамики она имеет двойную прочность она обеспечена безмассовостью фотона и его нейтральностью в том плане что линейное уравнение линейного уравнения для калибровочного электромагнитного поля вот реально если отказаться от одного из этих свойств то перенормировалась квантовой электродинамики она останется то есть если у нас по какой-то причине когда-нибудь выяснится допустим что фотон все-таки имеет очень маленькую массу и не совсем кулоновский потенциал дальнодействующий хотя очень маловероятно что такое выяснится то на самом деле те квантовые теории поля то есть квантовая электродинамика она по сути делом останется перенормированной теорией и реально это не окажет уж такого страшного изменения на квантовую электродинамику то есть ничего радикального не произойдет вот теория от этого существенно не пострадает перенормированной является и теория полей Янга Милса состоящая из двух заряженных и одного нейтрального безмассового поля изначально безмассового поля включающая их взаимодействие с фермионами вот а как бы весь эффект хитра все спонтанное нарушение симметрии мы при этом производим просто некоторые преобразования полей ничего больше не делать поэтому есть основания считать что и новые теории которые получатся после спонтанного нарушения симметрии они будут перенормированы реально соответствующие новые теории анализировались они действительно являются перенормированы то есть если у вас изначально Лагранжат перенормирован то приобретение массы за счет спонтанного нарушения симметрии не изменит не поведет к появлению неперенормирован теории значит в смысле перенормировок здесь в общем-то все сохраняется нормально ну и давайте на этом закончим дальше я немножечко повторю эту главу а непосредственно модель Вайнберга-Солама рассмотрим в следующий раз сколько у вас можно держать зато в следующий раз будет сравнительно мало по времени зато вы меня можете что-нибудь поспрашивать вот там я думаю что вы уже посмотрите что-нибудь вот значит из этой главы то есть смысл простой сейчас мы рассмотрели только взаимодействие поля спонтанно нарушающего симметрию с калибровочными полями а нам еще надо ввести фермионы и эти фермионы лептоны да вот эти причем и заряженные и нейтральные типа нейтрины и эти фермионы у нас будут взаимодействовать и с калибровочными полями и с электромагнитными и с ослабленными калибровочными газонами а еще они будут конечно взаимодействовать с полем спонтанно нарушающим симметрией то есть у нас будет вот как бы три три группы полей поле спонтанно нарушающие симметрии калибровочные поля и фермион и плюс все лагринжаны взаимодействия перекрестных поэтому на самом деле заметный кусочек модели Вайнберга Салам мы уже рассмотрели сегодня а дальше мы будем рассматривать фермион и их взаимодействие с полем спонтанно нарушающими симметриями и их взаимодействие с калибровочными полями с учетом того что часть калибровочных полей массу приобрел дальше граждан естественно вырастут ничего не поделаешь все не поделаешь не поделаешь